Всегда все любят что-нибудь обсудить. Так, если кто-то сейчас уже есть на стриме, напишите, пожалуйста, чатики, плюсики, слышно нас нет, хорошо, и все такое. А я что-то не вижу, кстати. А, то есть число смотрящих отображается только когда стрим идет? Да, 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 когда пойдет стрим, тогда будет. И я почему-то слышу себя через тебя. У тебя, возможно, не до конца убран. А у меня просто эти мушники, наверное, не очень хорошо герметизируются. Так, вот, отлично, ставят плюсики, значит, все здесь. Как всегда, мы не начинаем ровно в 8, давайте минут 5-10. Мало ли, кто-то ужасно хотел посмотреть, но вот бежит с молоком домой, так что сейчас минут 5-10 еще подождем. И в 20-10 ровно мы начнем. Илья нам не сделал еще раз оповещалку в блоге CG, поэтому мы чуть-чуть подождем. Да, кстати, ты, Миш, что-нибудь скажи. Привет там всем, чтобы тебя послушали, слышно, нет? Привет, друзья. Это, в общем-то, первый мой стрим вообще в жизни. Я что-то стримаю кому-то на широкую публику. Ну, в принципе, люди, которые интересовались, они уже могли видеть мои какие-то спидпейнты, там, процессы на канале. Ну, сейчас я с вами пообщаюсь уже. Да, отлично. Так, у нас еще есть минут 7, я сейчас пойду настрою еще стрим на iPad и буквально через 2 минуты приду. Ну, шум это просто у меня микрофон плохой. Так. Так, суку. На ютубе Будет запись на канале Марка Он заливает туда свои записи стримов Так, я на месте Что там насчет шума писали? Шум есть, да, какой-то? Ну, у меня фиговый микрофон То есть, ну, обычно люди жалуются, что шум нет Да ладно, ну, небольшой шум, я думаю, это не так важно Да, как-нибудь так Так, ладно, всем привет, меня зовут Колобаев Марк Вот, сегодня у нас в гостях Михаил Барулько Миша у нас из непобедимого города Челябинск На который упал целый метеорит, да, Миш? Ну, не упал, он разорвался Почти, да, не долетел Что вообще все вспоминают про этот метеорит? Что у нас ничего другого в городе? Я не знаю, я, например, вот Я слышал про такой город, но вот после метеорита, наверное, Теперь о нем знают все на Земле И очень много классных видосов есть, что Челябинск летит на метеорит У нас Ленин клевый на площади стоит, хоть раз бы спросили Не, ну метеорит, он слишком известен стал Ну да Так, немножко информации Всем новым пользователям, которые у нас сегодня на стриме Я хочу сказать, что у нас фановый стрим Что у нас нет никаких лекций Как стать волшебником Или мы раздадим сейчас волшебные кисти Это просто интересная беседа, где я пообщаюсь с Мишей После Миша ответит на ваши вопросы Я защиту вопросы, которые мы писали вот здесь в группе Все вопросы, которые здесь были, я, конечно же, прочту Вот Все, кто сейчас смотрит, под стримом есть раздел информации Вот Там есть ссылки на YouTube Есть Сейчас я вам покажу Вот здесь у нас есть Под разделом информации на мою страницу, на Мишину Блог CG И все остальное вы сможете там найти Также кисти Миша скинул, правильно же? Ага, да Интерфейс, я думаю, у тебя самый обычный Там ничего такого не нужно Вся информация, как я уже сказал, по стримам Запись будет Я думаю, что она будет в блоге CG Также мы ее сделаем на нашем канале YouTube Там есть ссылка Вот так выглядит наш канал Так, сейчас я перекину обратно все Чтобы мне было удобно Так, вот Еще раз привет, Миш, тебе Я очень рад, что ты согласился и пришел сегодня на стрим Вот Я думаю, что ты можешь начинать рисовать Я сейчас переключу стрим на тебя Да, я переключил на тебя стрим Ну окей Вот, и сразу такой небольшой вопрос Естественно, обыденный Но почему ты стал заниматься вообще рисунком? Почему не пошел в музыкальную школу? Ну, как-то сама вышла Я вообще всю жизнь как-то рисовал в детство Ну и в итоге пришел к этому Ну, вообще, меня много куда кидало Я и на строителя учился, и на программиста То есть, у тебя вообще есть образование, да? Ну, нет, ни образования у меня нет Я всегда бросал, как-то универо Надоедало Надоедало, то есть Считаешь, что образование абсолютно не играет никакой роли? Ну, в смысле не играет Ну, в плане рисунка Мы сегодня же только о рисунке говорим Ну, в плане рисунка играет, я думаю Просто у нас тут нет каких-то особо заведений, особенно На курсы какие-то? Не, на курсы я никогда не ходил Ну, я считаю, это еще хуже, чем какая-нибудь художка обычная Курсы эти Не устраивает просто, чтобы там денег заработать, грубо говоря И все Прочитать какие-нибудь банальные вещи А сам пробуешь? Вообще рисуешь традиционными материалами? Ну, вообще нет, но я раз в год рисую карандашами Там у нас устраиваются встречи творческие, где там художники челябинские собираются и рисуют Ну, знаете, такие планеры, там, эти сходки Да-да-да-да-да-да Ну, то есть пробуешь, да? То есть не только полностью в цифровом искусстве занимаешься? Ну, как пробуешь, что-то планшет потащают Так, только по колякам Нет, ну я, ну вот, например, лично я Я уделяю дни, там, в неделю, может, пару раз по желанию Я сажусь и делаю скетчики на листочке Или, например, рисую карандашиками каких-нибудь персонажей Есть скетчбуки, где там с собой беру их То есть вот Ну, нет, я такого не делаю Таким не занимаешься, да? Ну, слишком ленит им заниматься, что-то какие-то все Я начинаю какой-нибудь скетчбук там Суровые челябинские художники Никаких, никаких скетчбуков, да? Да Но это тоже хорошо Как я понял, ты не ходил в художку, да? Нет, не ходил Ну, только в детстве там может какие-то Ну, совсем в таком ране А сколько ты вообще тогда рисуешь? Ну, вообще... Когда тебя осенило, типа Блин, надо... Нужен планшет Вообще, откуда у тебя планшет появился дома? Я его купил То есть ты не умел рисовать и думаешь, надо купить планшет? Нет, нет, я как бы рисую-то давно Но я поначалу пробовал Я рисовал как бы на бумаге Сканировал и там мышкой раскрашивал Но это уже было невозможно еще расти То есть ты тоже начинал с мышки, да? Мышка это была первой Ну, ну, как бы, что есть, с кого и начинаешь Да, 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 тоже начинал с мышки Ну, а считать, сколько я CG занимаюсь Довольно у меня просто, потому что я как завел аккаунт на 9 Antarty Я примерно в одно и то же время купил планшет И 4 года занимаюсь примерно Самый интересный такой лично для меня вопрос Как ты именно учился рисовать? То есть вот сел и когда уже стало осознанно именно заниматься этим То есть ты же понимал, что тебе нужна какая-то теория, какая-то база Вот, а нас часто смотрят нормальное количество людей, которые только начинают рисовать Поэтому, я думаю, было бы интересно послушать именно как ты учился Ну, я, честно говоря, не помню Я и сейчас учусь, честно говоря Да, да, это понятно, что... Ну, как-то с миру понедленно Ну, во-первых, я сам рисовал все Ну, пытался рисовать что-то и смотрел разные уроки там Ну, в интернете Смотрел вон чужие работы Как хрисует То есть ты смотрел уроки на ютубе, да, правильно я говорю? Ну, в интернете, да Ну, даже не видел уроки, а раньше Очень было популярно Делали такое полотно такое Где было несколько стадий И там человек что-то писал, что он делает Вот так, да Очень давно, наверное, такое, да, было? Ну, да А литературу какую-то, нет? Ну, литературу я порой качал какие-то книжки Но у меня как-то руки не доходили читать Всерьезно, прям, изучать Анатомию там И книги, они в основном либо Такие академические, то есть Как рисовать колонны какие-то или там Человека Ну, знаешь, такие Которые, конечно, в художках Либо Такие совсем отмороженные книжки Как, типа, там, делать эффекты фотошопе Типа делать коллажи Тысяча эффектов фотошопа Да, да, да Я, кстати, такую прочитал как раз Намного тебе помог... намного помогла тебе? Ну, я побаловался там фотошопа Зачем получше, не знаю Ну, сейчас больше, по-моему, возможностей научиться Нет, сейчас я считаю, что информации слишком много, чтобы учиться Ее чересчур уже много становится Ну, да Потому что я лично такой человек, который обожает поглощать все В плане какой-то такой информации И я иногда просто... Голова болит от того, что я не понимаю, что мне нужно сначала это посмотреть Или там поглядеть Тут почитать Или там увидеть Сейчас Очень-очень много художников Которые делятся информацией Показывают Выкладывают степы И я думаю, сейчас грех не учиться Слишком много всего даже Ну, да И сейчас эти... Зародилась... Ну, не знаю, насколько она сейчас популярна Эта тема с платными уроками В одно время все художники там выкладывали Что я сделал такой-то урок Это вот прям недавно было И я, кстати, делал И... Да То есть это на гамроуде выкладывают Ну, да, да Как-то это утихло быстро Да, да Сейчас Ну, а профессиональные художники Они набили свой гамроуд Минимум там по 5-6 уроков Я думаю, что им больше не нужно ничего делать Они там рассказали все, что умеют И показали Смысл делать их миллионы Непонятно Поэтому я думаю, что они просто тихо получают денежку Ну, проблема еще с образованием в этой сфере Ну, в том, что этим занимаются Ну, такие же чуваки, как мы такие люди Там от 20 до 30 лет Ну, как бы они научились рисовать Но какого-то опыта педагогики, там, дидактики у них нет Они не могут нормальные какие-то методологии построить Чтобы человека с нуля научить, например Как, знаешь, учат арифметики, например Ну, конечно, да С образованием я считаю именно профессиональным, как CG У нас нет Я знаю, что есть всего лишь две школы Это Scream School и Real Time Они в Москве Ну, и там на них ругаются Да, что это именно прям CG какие-то классные курсы Или школа даже И я считаю, что они чересчур дорогие Для популяризации, так сказать, художников В основном это в стиле там Посмотри на меня, делай как я Вот так Да, я не спорю, что у нас сейчас больше Ну, опять же, я считаю, что сейчас очень много материала С которого можно начать Вот, заниматься в интернете То есть есть бесплатного очень много Вот Потом можно перейти на платное Если не хочется посещать какие-то курсы И если ты не родился в Москве или в Питере Потому что, говорю, то есть информация, которую сейчас дают Профессиональные художники с помощью Gumroad И других, может, сайтов Ее слишком много Сейчас, может, кто не знает Появились Как бы сказать правильно, я забыл У меня открыт сайт Патероны Это там, где художник Обещает каждую неделю что-то рисовать Ты ему каждый месяц платишь определенную сумму То есть ты подписываешь Патреон Или Патреон, да Я могу сказать, что я подписан на Титуса Вот Плачу ему 10 долларов в месяц Ну, вот первый, наверное, месяц И он выкладывает там вот эти уроки И ПСДшки И показывает всякие функции Он там рассказывает очень много Ну, очень полезная информация Я воспользовался этой услугой Вот Ну, сейчас вообще популярно Всякий краудфандинг такой Ну, да Сбор средств вообще на все Ну, согласись Это все равно лучше, чем сидеть и смотреть в потолок И не знать, как это делать Знаешь? Ну, конечно, лучше Там нужно собирать средства на салатик Да, да И все прекрасно Также и Титус Он написал, что Мне нужны бутерброды Поддержите меня И я думаю, что это хорошо Платить за интересную информацию Я думаю, это всегда будет в моде Это же не просто так Это правильно Да Так Ну, в общем, ты Специального образования По рисунку не имеешь Книги не читаешь Но Вот скажи У тебя же Интересный цвет У тебя интересная гармония цвета И ты вот Это все на глаз То есть Это практика Именно практика Или вот все-таки Какая-то теория за этим есть Ну, да Практика Ну, как бы я не делаю Вот сейчас Если ты смотришь стрим Что-то отследует Ну, такие приглушенные тона А потом как-нибудь Выжигают цвета Сатурейшн Каким-нибудь Получается Перед тем, как делать Стадия Вот Например, я сажусь Да Я хочу что-то сделать Я сделал какой-нибудь скетчик Найду какую-то информацию Потом референс Ну и пошло-поехало То есть Идея Скетчик Попер Ты как это делаешь? Ну Ну, по-разному Как бы Когда что-то на заказ делаешь То Естественно Ищешь Тебе либо дают референс Либо ты сам ищешь Там Делаешь скетч Потом В чем на белом виде рисуешь То есть Потом красишь Как-то это так Чтобы поэтапно можно было Всегда согласовывать работу А для себя я как угодно могу лепить То есть Что захочу То есть У тебя абсолютно нету Какого-то пайплана Вот я делаю только так Или только так Постоянно экспериментируешь Если для себя делаешь Вот это вот слово Пайплайн Вот его Так любят на всяких курсах Короче Мы научим вас Пайплайну Нет, ну А я просто Не знаю даже Как по-другому сказать Ну То есть Вот это график График точный Или как это сказать Определить Процесс 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 Да Как ты делаешь Точность Алгоритм Да Ну Я не знаю Мы же часто заимствуем слова Из Америки Поэтому Ну Это уж слишком Ну Ну Ладно Ну Обычно Как Ну Как карта ляжет Как настроение будет Иногда Когда хочешь Что-нибудь Там Историческое Сделать Я например Про самураев Там Ищешь Референс Как они выглядят Потому что у них там Очень сложно Устроена броня Всякие там Шнурочки Да Можно обязательно Посмотреть Перед тем Как это Сделать С этими С тобой полностью Согласен Я вот Мигом так Прочитал интервью То есть 3D ты Не используешь Абсолютно Ну я пробовал 3D Но это Мне скучно Очень То есть Это какая-то Инженерная Такая работа И 3D модель В принципе Это очень Такой Абстрактный Проект Ну Почему Я например Вот Активно Занимаюсь Сейчас Учу 3D Так же Сторону Но Не обязательно Становиться 3D Чтобы Чтобы Делать Там Законченные Работы Обычно 3D Для художника Это Вот Такие Базисы Как Кубики Расставил У тебя Есть Композиция Ну Да Я Конечно Читал Про это Все Там Видел Работы Там Разные Уроки Когда Люди Советуют Там Пытался Что-то Изучить Использовать В работе Ну Практика Показала Что Мне Просто Проще От руки Нарисовать Чем Париться С этим По идее Очень Много Времени Уходит Вот Говорят Что Вот Фот Ну Вот Эти Мотопейнти Фотобаш Это Просто Ты набрал Фоток А Их Еще Найти Надо Часы Работы Иногда Просто Клазить С тобой С этим Полностью Согласен Потому Что Сам Очень Люблю Фотобаш И Очень Часто Да Реально Нарисовать Просто Если Модеж И Все Не Спорю Все Все У всех Конечно Свое Но Опять же У каждой Стороны Есть Свои Недостатки Есть Плюсы Поэтому Я Считаю Что Использовать Технологию 3D Она Может Ускорить Что 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 Дать Особенно Когда Какие То Сложные Участки Сцены Все Равно Понадобится Опыт Я Смотрел Работы Студентов Которых Там Учили Как Раз Использовать Болванки Они Использовали Болванку И все Криво Короче Рисовали Поехать Там Все Поехало Не всегда Она Поможет Правильно Расположить Перспективу Ну Как Никак Это Быстрее Даже Если 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 У человека Не Получилось Болванкой Сделать Это Я думаю То От руки Она У него Вообще Не Получится Ну Да Я Думаю Что Это Как Меню Кисточки Которыми Ты Пользуешься Ты Сам Сделал Скачал Взял Ну Естественно Скачал Делать Самому Нет Ну Например Когда Качаешь Кисти Многих Разных Видожников Которые Есть Обычно Знаешь Смотришь Все равно Что-то Добавляют Я же Не говорю Про Целый Пак Своих Кистей Ну Может Пробовал Иногда Я Создаю Чипу Там Меняю Настройки И Все Надо Какой Разброс Сделать Или Какую То Специфическую Штуку Делаешь Там Настройки Менять Так А Так Специально Заморачиваться Есть Очень Много Кистей Хорош Так Что Не думаю Что Почему-то пропало Соединение А нет Вот Все А то Я сейчас смотрю Стрим И пропал Все Отлично Да Сейчас Все появилось На стриме Только что Не было Видео Хотел Хотел Немножко Сказать Для тех Кто Недавно Подошел Вопросы Которые Вы Задаете И Которые Писали В группе У Миши Я их Прочту Обязательно Но не Сейчас Сейчас Мы с Мишей Побеседуем Пообщаемся А потом После Я прочту Вопросы Которые Есть В чате И Миша Ответит На те Вопросы Которые Есть У него В группе Вот Давай Продолжим Ну это Часов На пять Получится Нет Ну мы же Не все Прям подряд Будем Смотря Как у тебя Будет Настроение То есть Люди Старались Сочиняли Вопросы Че Как Тебе Нужно Будет Поддержать Свою Группу Ответить Там Точно На все Вопросы А Такой Вопрос Когда Ты Не то Чтобы Начинал Может И Сейчас Есть Художники Тебе они Очень Нравятся Ну Прям Из Сильджи Которые Да Не из Традиционки А именно Сильджи Ну Не знаю Ну Сотечественники Мои Наверное Всякие В основном А Из Популярных Уже Мировых Таких Художников Типа Там Джейми Джонса Джейми Их Там Очень Много Я Не знаю Кто И Ну Я Наверняка Видел Работаю Обычно Много Чего Посматриваю Но Как-то Не запоминаю Кто это Делает Почему А Все Сейчас Опять Пропало Видео Я только Что Понял Пропадает Видео В Вещании Когда Я В скайп Лазю И Переключаю Между Абонентами Ну Понял Все Сейчас Больше Пропадать Не будет Я не мог Понять Почему Опять Видео Пропало Ну Ладно Отвечал Так То есть У тебя нет Каких-то Ярых Таких Поклонников Которых Ты знаешь Наизусть И следишь За их Творчеством Ну Нет Думаю Нет Ну В смысле Художники Которые Сильно На меня Повлияли Конечно Они есть А так Это Из Традиционной Среды Ну В основном Это Сутоми Ничей Наверное Потому что Я Какое-то Время Очень сильно Обалдел А ты можешь Его показать Сутоми Ничей Или Ссылку Скинуть Да Я например Вот не знаю Ну Это Манго Блейм За За Гугли Блейм Манго Блейм Да Да Ну Это Манго Да Понял Понял И вообще Все Все Его Работы Читал Без Худ Балдею И очень И очень Интересна Архитектура Его мира И вообще Работы Классные Очень Да Ну Супер Самобытный Такой Чувак То есть Он Какой-то Мир Такой Супер Технологический Создал Там Ну Что-то Я ориентируюсь На него Это Странно Я все равно Вот До этого Был Ростислав Мне было Интересно Вот То есть Вот Нету Какого-то Художника Именно На которого Опираться То есть Вот Это Это Хорошо Или Плохо Всегда Думал Потому что У меня их Наверное Сотник Я вот Прям Не могу Чтобы Не посмотреть На кого-то Не Ну Так Мне Много Такие Нравятся Люди Просто Сильно Не Запоминаешь То есть Не Смотришь За Тенденциями В мире CG Нет Тенденции Они Ясные Но Сейчас Долгое Время Вот Такая Как раз Матовая Популярна Стала Техника Когда нет Бликов Все Такое Потертое Пластилиновое И Там Целая Целая Группа Художников Такой Работ Начала Ну Я В принципе Сейчас Отвечу Насчет Картинки На стриме Шире Не получится У меня Разрешение Монитора Две с половиной На Чем-то Там Тысячи У Миши 1440 На 900 С чем-то Да Миша Ну Да Вот И Поэтому Трансляция Идет Чуть Меньше Под Размер Экрана Именно Миша Угу Поэтому Увеличить Не Получится Никак А Как Ты Думаешь Часто Я Разговариваю С людьми Которые Занимаются Рисунком Работают Есть ли Конкуренция Среди Художников Сейчас Ну В каком Смысле Ну Именно Конкуренция По Насколько Настало Много Или То есть Нельзя Никому Ничего Говорить Нужно Больше Работать Потому Что Мало Заказов До Сих Пор Мне Кажется Индустрия Как-то Быстрее Растет Чем Количество Рук Которые Могут И Обслуживать Нормально То есть Мне Не кажется Что Есть Большая Конкуренция Тем более Каждый Художник Он Индивидуален Ну Такой Прокаченный У него Есть своя Какая-то Аудитория Грубо говоря Какие-нибудь Картинки Которые Нравятся Девочкам Там 16-летним Они Не будут Конкурировать С Какими-нибудь Хардкордами Такими Войны Какой-нибудь Там Еще Какой-нибудь Фантастики Мне Не кажется Что Это Прям Так Выражено Что Какая-то Ну То есть Ты не Считаешь Что Есть Конкуренция Прям Ужасная Конкуренция Между CG Художниками А особенно Я сейчас Горю Про Россию Не 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 Считаю То есть Каждый Сможет Найти Себе Работу И Естественно Вопрос Который Я уверен Что И ты Сам Себе Задавал Что У тебя За стиль Например Как Ты Его Нашел В Себе И Ну Название В смысле Стиля Может Быть У тебя Есть Ну Ты же Знаешь Что У тебя Очень Отличительный Характер Рисунка И Твои Работы То есть На фоне Других Сразу Выделяются Ну Я Не думаю Что Я смогу Как-то Адекватно Сформулировать Что это За стиль Нужен Какой-нибудь Искусствовед Который Там Скажет Что-то Такое Обычно Люди Говорят Там Что-нибудь Дизель Панк Там Какой-нибудь Еще Какой-нибудь Панк Ну Это Довольно По-моему Наивное Деление Эти Панки Это По-аналогу На Киберпанк Там Делают Такие Вещи Типа Какая-нибудь Технология Главенствует И надо Панк К этому Добавить И стиль Я еще Немножко Спрашивал Про то Что Ты сам Понял Что У тебя Стиль Которого Не было Например Раньше Или Что Ты Делаешь Так Как Не Делают Другие То Что Что У Тебя Как Скать Внутри Когда Ты Начинаешь Что Делать Опираешься На Что Внутри Себя Может У тебя Есть Так Надо Какие-то Вытянутые Формы Делать Или Больше Там Какие-то Аспекты Твоего Именно Художественной Части На Что Ты Опираешься Когда Делаешь Работу Почему Она У тебя Выходит Такая Интересная Отличительная От Других Работ Даже Не знаю Как Сама Выходит То Как Сел Если Вообще Посмотреть Какие Немного Детские Старые Рисунки Я Примерно То же Самое Рисовал Всегда Это Какое-то Такое Личное Что-то Не знаю Ну вот Я кстати Говорил Как-то На прошлых Стримах Что У меня Есть Такая Теория Что Стиль Невозможно Получить Выработать Он Идет Прям С первого Мазка А потом Ты Всю Жизнь Его Только Улучшаешь Вот Поэтому Я считаю Любой человек Который Начинает Заниматься У него Уже Есть Свой Стиль Любой Человек Он Индивидуален По сути Там Когда Говорят Что Кто-то Кого-то Копирует На самом Дель Получается Не Похожие Супа Нет Вот Знаешь Все Таки Есть Люди Я Видел Таких Людей Которые Нагло Именно Копируют Стиль Именно Вот То Смотришь Ну Не Дотягивает Но Это Явно Чужой Художник Знаешь Копия Именно Прям Не Самой Работы А Именно Исполнение Самого Ну Да Имитирует Технику Да Ну Да Ты Считаешь Это Нормальным Или Этим Не Стоит Заниматься Ну Я Не Знаю Как К Этому Относиться На самом Когда Бы Тебе Говорили Оу Он Рисует Как Эдди Мерфи Или Еще Как Ты Как К Этому Относился Ну Это Сложный Вопрос Насколько Похожи Насколько Вообще Можно Какой То Художественный Стиль Запатентовать Приписать Какому То Одному Человеку Люди Рисуют Уже Сотни Лет И Если Покопаться В старых Работах Можно Найти Много Такого К К Многим Современным Можно Прикопаться Что Копирует Ковато Я не думаю Что Это Какой-то Такой вопрос Актуальный Главное рисовать А в каком стиле Это без разницы Да Ну В принципе Да Помнишь Как ты Нашел Свою первую Работу Именно Первый Свой Заказ Ну Да Пом Откуда Он К тебе Пришел Я Совсем Первый Не помню Ну Потому Что Первый Я Сидел Там На каких То Фриланс Биржах И Что-то Искал Заказ По дизайне Что-то Такое Что Тебе Попросили Первое Сделать Ну Всякую Ерунду На самом Деле Я Помню Рисовал Какой-то Аккумулятор Векторный Такой Вот Ну Всякая Чушь А есть Где-нибудь Сети Именно Первые Работы Твои Вот Мама Смотри Я нарисовала Это Фотошопе Как-то Так Есть Такое Что-нибудь Ну Самое Раннее Я практически Не удалял С То есть Они есть То есть На Динакте Есть Все Я Самые Такие Вообще Ненужные Выдарил А Так Есть Такие Ранее Плохие Вообще Никакущие Можно Посмотреть Да Надо будет Взять Наглянуть Что ты Там Делал Ты Начинал С мышки Там С мышки Или Там Уже Не Не Там Там Уже Планшет А Смышки В принципе Ну Не думаю Что Они Кому-то Интересно Я помню На А Кстати А ты Когда еще Сиджиха Был Ты там Выкладывался Да Да У меня Даже 200 Подписчиков Было В то время Я Мне казалось Мало Я На Обочине Сижу Там Всем Аварды Дают У всех Была Наверное Мечта Получить Авард Но Уже Ни у кого Это Не сбудится Зато Обидно Не было Потому Все Все Крутые Люди Которые По Тысячи Авардов Зачем Как ты считаешь Артстейшн Он заменил Хаб Или Ему еще Далеко до него Пока что Разумеется Нет Все таки Сиджиха Это Такая Разветвленная Была Разветвленный Сайт Где Много Форумов Всяких Там Движок Каких То Очень Много Там Людей Было Зарегистрировано Все таки Он Как то Помощнее Побольше Был Пока Что Нет Ну Артстейшн Видимо Движется К этому Но Пока Не Очень Быстро Я Вот Как Понял Что Никто И не Собирается Возрождать Хаб Потому Что Было Много Информации О том Что Мы Сейчас Будем Делать Окей Ребят Нам Нужны Деньги На Кикстартер Потом Не Получилось Не Получилось И Что То Вообще Никуда Все Пропало Ну Я Вообще В Этих Делах Не Разбираюсь Кто Что Делает Ну Все Сделают Я Не Против Я Зарегистрируюсь Я Думаю Многие Конечно Вернутся Но Сейчас Кстати Уже Смотря На Последних Людей Которые Появляются На Стейшне Можно Сказать Что Он Набирает Популярности Появляются Фейсбуке Опять Эти Вещи Как На Хабе Появлялись Когда Твоя Работа На Главном Ее Все Фото Обводят В Красный Кружок Другой Алгоритм По-моему На Арт Стейшне Он Рандомно Как-то Выдает На Хабе Он Считал Лайки Там Какое-то Внимание Нет Смотри Как Рандомно Выдает Комьюнити Когда Заходишь На Арт Стейшне Там Есть Три Комьюнити Рандомно По Политике Не как На Хабе Просто Рандомно Трендинг Это По Мнению Администрации Сайта Арт Насколько я знаю Просто Все Кто Заливает Работы И Пикс Это Какой Твой Выбор Вроде Подписок Что-то Такое Ну Это Видимо Он Генерируется По Каким-то Твоим Интересам Да 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 Пикс А Трендинг И Комьюнити Это Именно Рандомно И Типа Лучшие Работы Они Вот Сейчас Очень Много Стали Делать Интервью Я Насколько Понимаю Что Они Еще Даже Не Пытаются Выйти Из Беты То Есть Они У них До сих Пор Это Приставка Бета Стоит Типа Разрабатывают Хотя Не Открытую Регистрацию Разрешили И Там Он Начал Падать Активно Артстейшн Ну Не знаю Ну Сейчас Говорю Мне кажется Наоборот В последнее Время Он Набирает Потому Что Туда Очень Много Крутых Людей Занеслось Таких Там Азиатов Очень Много Популярных Очень Тоже Зашли На Артстейшн Но В основном Очень Многие Популярные Люди Они Как-то Оставляют Работы И Больше Не Появляется Ну Да Они Еще Меньше Как бы Набирают Потому Что Они Все Разом Заливают Никто Больше Не Ходит Потому Что Никто И Не Знает Ну Да Там Просто Система Так Выстроена Что Надо Периодически Чуть Заливать Чтобы Появляться У Тебя Публикации Какие Звали Журналы Есть Журналы Ну В Каким Интернет Там На Сайтах Чуть Публикуют Мне Пишут Фейсбуки Периодически Там Люди С каких То Сайтах Типа Можно Ли Нам Залить Твои Картинки Я Говорю Окей Ладно Соглашаешься Да Со всем Ну Конечно В Чем Проблем Это Хорошо Расскажи Пожалуйста Немного Своей Цветовой Палитре Как ты ее используешь Вот я сейчас смотрю Например То есть Вот Ты вот Начал С холодных Таких Тонов Что ты Как Как ты Выстраиваешь Ну Как Удохновение Пойдет У меня нет Какой-то Четкой Схемы Но Обычно Я Делаю Такие Приглушенные Цвета С которыми Мне комфортно Работать А потом Я могу Тоже Как я говорил Выжечь Как-то И Усилить Эффект Разными Цветовыми Наложениями Пользуешься Да Режимами Ну Я много Чем пользуюсь Нет Просто Есть люди Которые Не пользуются Там Color Doge Или Оверлей Или Еще Чем-то То есть Считают Это Ненужным Поэтому Из Нашего Не Они Очень Нужны За счет За счет Этого Получаются Такие Экстремальные Цвета Какие-то Очень Сочные А Вот Я сейчас Смотрю Это что-то Вроде Тележки Пока что Получается Нет Это Такая Промышленная Машина Второвенная Вопрос Немного Не об этом В плане Того Что Ты Как Расставляешь Объекты То есть Ты уже Знаешь Что у тебя Будет Сейчас На работе То есть Ты представляешь Все Что Вокруг Еще Или Пока Примерно Примерно То есть Ты это даже Не намечаешь Когда делаешь Ну В голове Я намечаю У меня есть Какой-то Проект То есть А Как оно В реальности Будет Реализовано Ну Вообще Это Большая Бюзер Что Можно Что-то Представить Себе Детально Пока Ты Не начнешь Конкретно Работать Там Уже Не настроишь Композицию И сюжет Нормально То есть Есть Какой-то Толчок Первичный И потом Ты можешь Работать С ним Нет Ну А Когда Например Делаешь Для Каких-то Проектов То есть Ты же говорил Что поэтапно Делаешь То есть Ты Тогда По-другому Ведешь Работу Ну Присовываешь Делаешь Простой Какой-нибудь Эскиз Там Плаз Ну Да Естественно Но Это Быстрее Просто И Проще Потом Редактировать А Можно Сказать Что Ты Видишь На Этой Работе Чтобы Мы Ориентировались Куда Дальше Смотреть Просто Интересно Ты Выстраиваешь Элементы Что Ты Будешь Дальше Ну По сюжету То есть Это Такие Здесь Будет Много Таких Машин Больших Промышленных И Ну Это Для Моего Вот Это Вот Как Сказать Даже Можно Сказать Проекта Вот Этой Военной Песни То есть Ну Вот Тут Будет Много Военных Машин Ну И Как Б Рабы Которые На них Работали Там Такие Крепостные Они Угнали И Создали Такой Табор Из них Свой Мятежный И Вот Они Катаются Композиция Это Очень Важный Вопрос В любой Работе Вот Ты Выстраиваешь Именно Все В голове И Потом Просто Рисуешь Без Видо Изменений Или Ты Все Таки Как То Намечаешь Ну 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 Да Намечаю Намечаю Просто Я Ты Вот Очень Много Рассказала Я Представила Себе Это Я Просто Задумываюсь Ну Вот Они Вот Так Будут Вот Эти Машины Здесь Какой Нибудь Какой Нибудь Тоже Будет Дым Какие Штуки Здесь Важно Показать Масштабы Это Огроменная Штука Каким Тоники И Тут На Переднем Плани То Есть Будут Люди Большие Кисти Интересующий Меня Вопрос Пользуешься Литой Миксером И Бленд Кистями Ну Одно Время Пользовался То Есть Мне Нравился Эффект Которым Производил То Есть Сейчас Ген Лапс Этой Штукой Вот Сейчас Открою Вскай Потому что Я на Трансляции Вот Так Да 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 Микс Это Сейчас Микс Браши И Вижу Там Есть Кисточки Бленд Ну То есть Ты Смешиваешь Цвета Путем Наложения Цвета Но Не С Помощью Кистей Да Каких То Ну Да Ну Я Одно Время Баловался Этой Штукой Мне То Ставилось Размазывает Чего Так Вот Ну В принципе Ну Она Не очень Удобная Мне Кажется Какая Вещь Не Пошь Например Без нее Вообще Не Обхожусь То есть И Раньше Вот До Этого Пользовался Только Только Наверное Миксером Брашем Теперь Посмотрел Урок Одного Человечка И Начал Пользоваться Еще Бленд Кистями Я Не Знаю Мне Вот Радуют Эффекты Которые Они Делают Очень По Мне Так Но Опять же Это Все Зависит От Именно Стиля Техники Может Исполнения У всех Тот же Самый Например Титус Вот Постоянно Не могу Фамилию Правильно Сказать Лунтер Или Лунхер Как-то Так Вот Он Часто Использует Как раз Вот эти Миксер Кисти С Различными Ты Может Видел Его Работы Он Такой Тебе Ими Ничего Не Говорит Да Нет Нет Ну Име Точно Ничего Не Скажется Не Запоминай Обычно Такие Вечные Просто Память Плохая Имена Особенно Все Ненаписанное Не Произносится Там Я Тебе Смотрел На Титуса Что Ну В плане Того Что Кисточки Как Он Пользуется Насчет Этого Это Мой Наверное Один из Самых Любимых Кудожников Один Из И Вот Как раз Такий Микс Кисти В Различных Режимах Он Применяет Для Своих Работ Ну Наверное Не Знаю Люди Люди Они Как-то По Своим Предпочтениям Всю Технику Выбирают Как Постегать Придем Каким Вещи Это Все Зависит От Техники От Стиля Смотрят Кто Как Научился Кому Какие Эффекты Дали Ну Там Ты Асвыш Какую-то Вещи Уже Все Чаще Чаще И И И Чаще Чаще Другой Пробовать Если Ты Уже Знаешь Способ Устояв Шесть Какой-то Пасад Те Кто Не Знает Что Это Может Дать Новый Какой-то Толчок Рисунки Рисуешь Ли Какие-нибудь Работы Для Конкурса Нет В Конкурсах Не Участвую Обычно Я Либо Не Не Знаю Что Они Проходят Вообще Либо Не Охота В Блоге CG Как-то Объявляли Там Долго Было Много Объявлений Что Типа Будет Конкурс На Рендере Такое Объявили Это Wargaming Что-то Нарисовать Локации Не Очень Интересно Что-то Просто Было Интересно Может Есть Какие-то Конкурсы Не Обязательно На Русскоязычных Площадках Обычно Про Комикон Постоянно Разговаривают Мне Тоже Он Не Очень Нравится Там Вся Это Супергеройская Тематика И Не Очень Балдею Кстати Подобного Линия Супергероев Не Очень Тоже Например Даже Иксменов Не Смотрел Последний Только Потому Что Не Очень Люблю Супергероев Я Который Убивает Людей За Собаку Там Клевые Такие Боевые Сцены Там Как раз Вспоминают Сразу Эквилибриум С его Вот Этим Фехтованием Пистолетами В принципе Это Ну Не Клево Это Сделали А Сам Дико Глупый Как И Большинство В принципе Последних Фильмов Может Это Я Сейчас Такой Брюзга Стал Я Когда Был Маленький Немного Чего Нравилось Я Смотрю А что понравилось Вот Именно Вот Что Ты Вышел Скал Плее Ну Это Интерстелл Наверное Это Точно Помнишь Я Вот Не Рассказывай Что Там Я Посмотрю Ну Вообще Он Стоит Да Внимание Фильм Ну Ну Да Очень Хороший Фильм И Ее Просто С Большим Вниманием Смотрел С Интересом Кино Ходил Да Да В кино И Это Редко Он Идет Три Часа Кажется Я Просто Смотрел Очень Так Захватил Внимание То есть Было Интересно Чем Закончится Потому Что Многие Фильмы Ты Просто Уже Досматриваешь Что Типа Давайте Покажите Мне Конец Все А Влияет Ли Фильмы Как Нибудь На Тебя Я Вот Например После Фильма Цари Боги Безумно Захотел Что Подобные Нарисовать Концепт К этому Фильму Евреев Изгнать Да Изгнать Я Кстати Посмотрел Я Вот Очень Люблю Это Делать После Фильма Бежать И Смотреть Концепт Художников Че Кто Рисовал К этому Фильму Мне Безумно Если Выложим Конечно Ну Да Нет Кстати Я Не Говорю Прям Про Только Что Вышедшие Про Старые Фильмы И Вот Кстати Некоторые Все равно То есть На следующий День После Премьеры Уже Были Концепт Арты Фильму Царей Боги Мне Очень Понравился Этот Фильм Вот Поэтому Я Спрашиваю У тебя Например Влияет Ну Ты Можешь Там Выйти С Фильма Вау Космос Надо Порисовать Космос Ну Как Вдохновение Что Тебя Берет На Рисунок Ну Смотря Как Ну Такого Не Было Прям После Фильмы Бежал Что Рисовать Нет Думан А Когда Вдохновение Доберешь Рисовать Мне Например Иногда Очень Сложно Начать Что Делать Потому Что Просто Не Хочется Ну Я В Какой То Своей Теме Такой Плаваю Там Смотрю Всякие Документальные Фильмы Хроники Войны Всякие Разные Книжки Читаю По Теме Что Созналась Смотрю Вообще Большинство Работ Это Такое Отражение Настоящих Войн На самом Деле Каких То Кадр Кинохроники Такое Просто Документальные Больше Цепляет И ты Пытаешься Это Передать Как-то Со Своей Со Своим Вглядом Да Да Как-то Пережить Осмыслить Что Ли То То Я Понимаю Что Ты Считаешь Что Любая Работа Должна Содержание Да За собой Не просто Отсебятина Какая-то Ну Смотря Какую-то Цель Преследуешь Мне нравятся Какие-то Идеи Такие Мрачные Высказывать В своих Работах Кому-то Просто Нравится Мелоту Рисовать Я тоже Люблю Посмотреть Такое В принципе Опять же Вопрос Даже К цветам То есть Ты не Продумаешь Заранее Например Сделать Интересный Золотой Крест Или Сделать Интересную Красную Повязку То есть Вот Вот эти моменты Когда подчеркиваешь Какие-то Объекты Они идут В процессе Именно Ну да Да Это в процессе Большое Ратается Вряд ли Я смогу Так продумать Заранее Что я Сделаю Это Знаешь Как В фильмах Там показывают Что самураи Они Перед боем Они продумывают Весь бой Так Как они Закончатся У меня Такого Нет Надо Вязаться А потом Посмотреть То есть Ты решаешь Задачи По мере По мере По мере Поступления Правильно То есть Делаешь Что-то Дополняешь Сколько Уходит На самую Такую Среднюю Работу Времени У тебя Когда ты Свободен Ты сел Начал Делать Ну Я их Очень Подолгу Делаю У меня Работа Для себя Особенно Я их Сделаю Наполовину Отложу Потом Через Месяц Я делаю Ну В среднем Наверное Часов 8 Ходит Ну А так От часа До 30 Наверное Разброс Временной В зависимости От того Что надо Там Спидпейнт И можно Быстро Делать Кстати Вот Работы Которые Вообще Спонтанно Делал Вообще Без И на И на Них Какое Внимание Нулевое То Что Обычно Просто Так Сделал Почему Это Да Есть Так Загадка Природы Так А давай Сейчас Немножко Пообщаемся С нашими Людьми Которые Пришли На Твой Стрим Да Давай Поэтому Все Кто Сейчас Слышит Нас Позадавайте Вопросы Какие Вы Хотите Чтобы Миша Ответил Вам Вот Я Срадость Их Зачитаю Миша Вам Ответит А ты Можешь Пока Рассказать Что Ты Делаешь Что За Детальки Ну Это Такая Машина Здоровенная Рисуй Детальки На Ней Вот Осмыслил И Ответил Да Все Очень Очень Глубоко А Ерон Спрашивает Я так Понимаю Это Вопрос Из Твоей Группы Как Дым Рисовать А Ну Берешь И Рисуешь Ну Я Рисовал Дым Такой Ну А Как Я Уже Понял Что Тот же Дым Ты Не Рисуешь С Помощь Каких То Кистей С Помощь Ну В смысле Плент Микс То есть Ты Все Пользовешь Обычными Кисточками Да Ну Да У У У У У У У Привычка Есть Там Рисовать Эти Штуки Какие Толерки Уже Выработал Какой Толку Вокабуляр Словарь Там У себя Графический Разных Штуковин Я Могу Легко Воспроизводить То есть Обычно Ты Не берешь Тогда Вот Взял Фотографию Ага Она Выглядит Так И Перерисовываешь Пытаешься Стилизовать Ее Как-то Я Что-то Смотрю И Для себя Примечаю Какие-то Детали Вещи Потом Воспроизвожу Если Вспоминаю А так Специально Просто Это Очень Долго И Вопрос Что Ты Вообще Хочешь Найти Когда Ты Начал Рисовать Трудно Понять Что Ты Ищешь Вообще Еще Одну Секундочку Еще Раз Напоминаю Тем Кто Не Понял Сразу Под Стримом Есть Вся Необходимая Информация Есть Интервью С Мишей Есть Кисти Мишины Есть Группы И Ссылки На Все Что Угодно То Под Стримом В разделе Информации Вы Можете Найти Какие Свои Ответы Вопрос Наверное Который Интересует И Меня В том Числе Какой Бо Ты Дал Сам Себе Совет Вот То Себя Начинал Прям Вот Тогда И Что Б Я Себ Посовет Да Вот Именно Чтобы Быстрее Дойти До Этого Момента Как Ты Сегодня Делаешь Как Ты Мыслишь Что Б Ты Посоветовал Но Это Вряд ли Касалось Каких Нибудь Художественных Вещей Специфических Как Чего Рисовать Я Б Посоветовал Организовывать Время Наверное Лучше Как Больше За Здоров Свидеть Что Такое Потому Что На самом Деле Не Важно Чем Ты Занимаешься А Важно Как Ты Умеешь Себя Организовать Дисциплинировать И Вообще Договариваться С Людьми Например Что Такое Как Ты Рисуешь Это Само По Себе Приложится Если Ты Время Затрачиваешь А Вот Такие Вещи Из-за Них Много Чего Можно Потерять Там Время Заказы Грубо Говоря Если Душ Там Неправильный Режим Дня Вести То У тебя Производительность Будет Падать То есть Одно Да Да Слушай Относительно Тех Кто Нормально Живет То есть Днем Что-то Делает Ночью Спит Питается Правильно То Ты Будешь Проигрывать Все Время У них Будет Больше Времени И Большая Отдача От Того Времени Которые Не затрачивают На свою Работу То есть Один из самых Важных Советов Это Правильно Организовать Своё Время Правильно Да Правильно Спать Правильно Есть Сколько Ты В день Тратишь Ты Часто Рисуешь Вообще Сам Каждый День Практически Да Если Пропустил То Плохо Но Стараешься Каждый День Рисовать Да Да Ну А Чем Мне Ещё Заниматься Не Ну Вообще Мало Ли Есть Люди Которые Мало Ли Там Неделю Рисуют Раз Вообще Сложно Тебе Заставить Самого Себя Порисовать Да Нет Просто Сел Дорисуешь Ну Если Долго Не Рисуешь То Уже Навык Теряется Просто Буквально Там Неделю Ты Не Порисовал И Тебе Ты Не Знаешь С чего Начать Ну Нет Ну Я Редко Болею Такой Вопрос Спрашивает Есть Ли У Тебя Какая Арт Тусовка С Кем Тусуешься Как Спрашивают В Челябинске Много Людей Которые Занимаются Тем же Ну И Есть Конечно Люди Там Друзья Могу Сказать Которые Общаюсь Периодически Но Я Такой Закрытый Человек Я Больше Домосед И Не Шибко Общаюсь То Есть Пару Человек То Это Как То Влияет На Они Тебе Подсказывают Знаешь Сделай Так Или Ты Отсылаешь Говоришь Как Тебе Ну Тут Исправим Или Ты Как То Больше К Себе Просто Показал Да Нет Мы Обсуждаем Как Дела Что Делали Все Все время О работе Говорить Спрашивают Еще Свет Например От Фары Прочих Приборов Как Ты Вообще Рисуешь А Ну Это Режим Наложения Screen То Можете Принапочитать Я беру Вот так И Показать Можешь Побыстру Вот Я Показываю Задержка И В Color То Есть Я Кисть Перевожу В Режим Color Dodge Чтобы Он Выжигал И Вот так Можно Нарисовать Эти вещи Ну Это В Принципе Любое Свечение Делать Через Screen Нужно И Огонь Тоже Откладывать Прошлое 27 Спрашивает Как Миша Рисует Чветящиеся Хрена А Ну Вот Наверное Это И Был Ответ Про Фары И Все Остальное Так Миша Тень Под Машиной Холодной Сделай Заветует Исправить Тень Хотя Я Не Уверен Что Это Правильный Совет Видимо Человек Ориентируется На то Что Если Теплый Свет То Холодная Тень Если Холодный Свет То Теплая Тень Есть Такая Теплая В Живописи Я В этом Не Разбираюсь Я Даже Не Понимаю Что Теплый Холодный Но Теплый По идее Это Какая-то Красная Холодная Синя Меня Тут Немножко Исправили Не В Городе А В Интернете Тусовка А В Интернете Ну У меня Есть Друзья В Интернете Я Не Могу Тусовкой Назвать Есть Люди Которые Знаешь Я Перефразирую Еще Вопрос Есть Люди Которые Влияют На Твое Творчество То Например Ты Показываешь Индегрит Нет Вот Тут Нет Таких Нет Чистые Цвета У тебя В группе Спрашивали Я Так Понимаю Вот Вопрос Как делать Такие Чистые Цвета Как ты Делаешь Надежды Амуниции И Какие Эффекты Ты Используешь В своей Работе Вообще Ну А Что Такое Чистые Цвета Не Знаю Это Вопрос В твоей Группе Чистые Цвета Видите Ну Я Видел Вот Этот Вопрос Но Я Не Очень Не Я Думаю Что Человек Интересует Как Ты Так Наверное Может Сглаживаешь Цвет Что Он Кажется Равномерным И Аккуратным Ткань Например Как Какую Нибудь Ты Делаешь Да Еще Просили Складки Порисовать Нужно Ну Вот Наверное Вопрос Из той Сферы Как У Тебя Получается Так Аккуратно Без Помощью Микс И Бленд Кистей Делать Плавные Переходы И Остальное Ты Можешь Как-то Ответить На Это Привык Как-то Делать Так И Все Просто Как-то Так Делаете Ну Правда Я Просто Рендерил И Все И Научился Постепенно А Опас Ты Меняешь Пока Работаешь Ну Да Я Постоянно Через клавиатуру Меняю Просто Тут Неочевидно Наверное Но Там Должны Бегать Вот Так Цифры Я Очень Обязни Зачем Ты Это Делаешь Ну Как раз Чтобы Сглаживать Просто Я Многие Вещи Автоматически Делаю Они В Какой-то Такой Рефлекс Вы Подались Я Даже Не Осознаю Чего Делаю Я Например Не Смогу Назвать Горячие Клавиши Которые Нажимаю Чтобы Вызвать Какой-то Инструмент Я Просто Думаю О нем И Палец Я Просто Думаю О нем И Он Появляется Не Ну Правда Мозг Забывает Само Само Сочетание А Пальцы Помнят Куда Надо Нажимать Такая Ну Это Другой Вид Память Уже Практика Приходит Это Все Если У тебя Какая-то Вершина Которой Ты Хотел Быть Достичь Или Например Что Ты Хотел Проиллюстрировать Ну Это Вершина Ну Наверное Фильм Снять Свою Такое Даже Не За Концептить Фильм А Именно Нарисовать Свой Свой Соснять Ну Если Вершина То Концептить Кто Угодно Может Я Не думаю Что Это Прям Такая Работа Не Игру Сделать А Именно Фильм Сделать Ну Да Мне Больше Интересно Фильм Делать Какая Тематика Историческая Была Да Ну Наверное Вот Такая Вот Какая Я Даже С Ну Вряд Ли Если Были Деньги Ресурсы Вряд Ли Я Пустал Снимать Потому Что Я Не думаю Что Кого То Затащишь На Такое Это Знаете Люк Бессон В начале Карьеры Вот Он Снял Что Такое Это Последняя Битва Называется Он Вообще Вначале Снимал Какие Какие Мрачные Прогрессивные Работы А Потом Чего Деси Снимать Я К сожалению Не знаком С первой Работой Но Я так понимаю Они были Не очень Восприняты Да Ну Я не знаю Как они Были Восприняты Может В то Время Это Было Круто Но Не странно Смотрится По крайней Там Тоже Такой Постапокалипсис Какой-то Мрачный Там С противогазами Со Вся Копорами Там Там Еще Люди Все Немые То есть Там В фильме Никто Не разговаривает Потому что По какой-то Причине Люди Все Ну Что-то Со связками Не могут Разговаривать То есть Такой Молчалинный Фильм Черно-белый Где Люди Люди Одиноко Ползают Под этим Разбитым Улиц Спрашивают У тебя Знаешь ли Ты художницу Флориан Аупетит Нет Не знаю Аупетит Флориан Аупетит Наверное Очень известная Художница Чувствуешь ли Ты пробелы В анатомии Да Чувствую Как ты с этим Справляешься Никак Ну правда Участвовал Может в будущем Я и научусь Ну Сейчас Я не знаю Не хватает Как бы Пока что Твою анатомию Которую я знаю Вот Анатомия коробки У меня Страивает Так Участвовал ли Ты в крупных Долгосрочных Проектах Как концепт Артист Ну Я иллюстрации Рисовал Для Карточной Игрушки Ну и в принципе Сейчас рисую А как концепт Нет Обычно Концепты Очень быстро Проходят Порисую Что нибудь И все Нужно Модели делать Что это такое Лорд Лорд Сенкор Спрашивает У тебя Можешь ли ты Рассказать Пару слов О своем мире О его персонажи Там есть попы Какие-то Кто-то кого-то убивает И вообще Концепция мира Он очень крутой А ну Концепция Это Довольно Я не знаю Как в двух словах Высказать Это все Ну В принципе Это такой Сайенс фикшен С таким Ну Научная фантастика Мрачная Мрачная Такая Ну Главная идея Это В том Что человечество Не очень развилось То есть Если мы смотрим Какой-то Стартрек То Люди там Летают Другие галактики Что-то Осваивают Но А в этом мире Люди Они Не решили Такие Фундаментальные Проблемы Они не могут Вырваться Из солнечной Системы И тысячами Лет Вот так Как муравьи Воспроизводят Себя То есть Без Особых Надежд Таких На какие-то Интересная Концепция Ну Да И поэтому Там Все Такое Ршавое Это Как бы Символизирует Упадок Разложение Ну Вот И Сюжетный То есть Ну Я как бы Подразумевал Этот сюжет Я Решил Переложить На эти Рельсы Легенду О Кариолане Если Вы Слышали Такой Ну Еще Есть Трагедия Шекспира По Мотивам Ну И поэтому Там Римляне Всякие Вольские То есть А в принципе Она будет Затрагивать И Историю Российскую То есть Там Будут Разные Разные Ключевые Моменты Всякие Ну Там Например Смута Какого-нибудь Нашествие Наполеона Или Там Борьба С татаро-монгольским Игом И Они Как бы Склеены В один и тот же Период Ну Вот такая Вот фишка Ясно Интересно Интересно Ну Это как-то Путанно Я не люблю Рассказывать Я наверное Сделаю Какой-нибудь Более Такой Пост Уже Зревый А именно О мире Да Именно Распишу Чего-нибудь Потому что Ну Я не очень Умею Формулировать Такие вещи Сходу Спрашивают Не хочешь ли ты еще Вместо фильма Игру сделать Хоррор Да Были бы деньги Чего-угодно Были бы Сделать Ну В принципе Проблема Всегда В деньгах В ресурсах Идей У кого угодно Полно То есть Если вы Поспрашиваете Художников То он Он назовет Сразу Идею Дайте Денег Нужны же Средства На реализацию Время Команда Идея Она Всегда Найдется Вопрос Также Я понял Про концепцию То есть Ты еще Сделаешь Какой-то Более глубокий Пост Об этом Где Каждый Сможет Прочувствовать Это Ну да То есть И это Ты выложишь В своем Паблике Где-то И у себя На страничке Ну Вначале Вообще Планирую Поэтому Сделать Какое-нибудь Собрание Работ Сописаний Ничего Такое Все Спрашивает Бесплатно В смысле Бесплатно Ух Ну смотри Что За картинки Не буду Тебе Все Мало Ты захочешь Отбук Продать В интернете Столько Всего Есть Ну да Ты вообще Подумаешь Ну конечно Какая работа Была переломная Когда Стали Тебя Замечать Когда Стали Писать Тебе Мужик Ты Крут Это Вопрос От Станислава Ну Не думаю Что Прям Переломная Самая популярная Это Сейчас Найду Можете Сейчас Так Вот Вот Это Почему Очень Многим Людям Понравился Чувак Из Фот Склей Сейчас Покажется На стриме У нас И Мы Тоже Все Увидим Именно Он Произвел Да Что То Да Он Собрал Много Посмотров Комментариях Чуть Вконтакте Это Всем Понравился Ага Именно С этого Момента У тебя Поперло Так Сказать Ну Примерно С этого Периода Я Не думаю Что Одна Работа На Что Повлияло Ну Как Так Я Еще Не Знаю Что Люди Читают Популярностью Там Как Определить Масштабы Масштабы Что-то у нас С интернетом Наверное Стало Немножко Плохо Тебя Слышно Напишите Пожалуйста В чат Как слышно Меня и Мишу Потому что Я тебя Миш Немножко Стал Плохо Слышать А Сейчас Пока Еще Такой Вопрос Что Вот тут У тебя Человек Тот же Спрашивает Станислав Как правильно Оценить Свой Творческий Труд Ну Я сам Теряю Всегда Когда Приходит Время Просить Денег Там Договариваться Проектах Я Либо Прошу Спрашиваю Какого У них Пиджет Сколько Они В принципе Дадут И Либо Соглашаюсь Либо Больше Прошу Мало Совсем Но Вообще Я Как-то Не Очень Понимаю Как Оценить Но Можно Может У тебя Ставка Есть Какая То Например Я За Час Беру Там Сто Тысяч Долларов И Только Так Эту Работу Я Нарисую За 8 Часов И Она Будет Стоит 800 Тысяч Долларов Не Могут Я Кстати Один Раз Работал С Почасовой Оплатой Там Люди Говорили Потратить На Договариваешься Сколько Ты Возьмёшь За Весь Проект Или За Каждую Работу В Рамках Это Очень Индивидуально Это Зависит От Того Сколько Люди В принципе Готовы Дать Разные Обычно Работаешь Не Самыми Такими Крутыми Студиями Которые Могут Бюджет Тебе Уделить Да С тобой Согласен И Сюда Хочу Сразу Добавить Работы Больше Приходит От С Нашей Какой Страны Не Не Запада Почему Запада Да У Ценникам Что Предлагает Больше Оттуда Или У Нас Если Работаешь С Ну естественно Большой Оттуда Ну Люди Сидят Слушать Не Все Знают Какие Примерно У нас Цены И Всего Остального То есть Вообще Больше Работает Запада И Цены И Все Остальное Лучше Ну Да Ну Там В принципе Индустрия Есть У У Нас Сейчас Как Гиндов Весь Сустрет Из Из Такого Казуального Какого Всего Для Мобильных Платформ Игрушки Делают Либо Это Аутсорс Для Западных Тоже Компаний Делают Какую-нибудь Работу Которую Поручают Ну А У Них Просто Есть Индустрия Естественно Заказывают Что-то Там Проще Все Это Например Русскому Человеку Должен Текстартер Трудно Ведь Выйти Он Он Только Для Американцев Новозеландцев Они Могут Просто То есть Получается Работать Больше Западными Вообще Какой Вот Именно Совет Я не знаю Может Ты бы дал Тем Кто Еще Ищет Работу Или Только Пришла Работа К ним То есть Какой Будь Совет Не ущемлять Свои Интересы То есть Если Вам Уж Совсем Не нравится Условие Которые Он Предлагает Просто Откажитесь От работы Не надо Потому Что Многие Люди Считают Что Они Другой Работ Не Найдут И Хватаются За Какую-то Фигню Потом Страдаются Очень Долго Из-за Этого С Каким-то Неадекватным Заказчиком Как Ты общаешься У тебя Очень хорошо Английский Или Как Общаться Западными Если Не такой Ну Я Письменно Через Гугл Транслейт Обычно Ну В принципе Я уже Понимаю Что Они Хотят Это Не Сложно Ну Там Не Поэмы Шекспира Ничего Особенно Ненужно Сейчас Хватает Технологии При Которым Можно Общаться Западными Где Выкладываешь Работы Как Ты себя Публикуешь Рекламируешь Может Кому-то Взятки Даешь Тебя Тебя Небезятки Не Даю Но Я Выкладываюсь На Девентарте Традиционно На Артстейшене В Фейсбуке И В Вконтакте Ну И На Ютубе Есть Мои Записи Откуда Больше Работы Идет Двой Взгляд Именно Откуда Где Тебя Находят Распредо Мы Вас Видели Нам Понравились Работы Да даже Не знаю Даже Ну Да Отовсюду Чем Чем больше Вы светитесь Тем лучше Мне кажется То есть Артстейшен Фейсбук Ютуб Записывать Видео Больше Публиковаться Да Ну Не обязательно Видео Записываю Видео Это так Они Мне практически Ничего не приносит Какой-то популярности Особенно И просто Люди Очень долго Просили Каких-то Этих Ну Процессов Я решил Завести Канальчик Там У меня Около 500 Подписчиков Что-ли В принципе Это Для Ютуба Очень мало В планах Есть ли Например Сделать Какой-нибудь Ну вот Урок Именно Платный Выложить На Гамроуд Продавать То есть Постараться Там Какую-то Информацию Что-то Там Секретики И Техники Показать И Запихнуть Это Без Ускоренного С озвучкой И продавать Как твой Урок Полноценный Ну План Это У меня Какие угодно Могут быть Я не думаю Что в ближайшее Время Что-то Такое Сделаю Ну то есть Так-то Сейчас нету Да Каких-то Вот Именно То Что Надо Записать Будет Обязательно Продумать Материал Ну Прям Сейчас Нет Может Ты Меня Натолкнешь Эту Более Я считаю Что За такие Уроки Как сейчас Делают На Гамроуде И просят Там От 1 До 10 Долларов Ну Это Просто Ну Действительно Копейки За Такие Знания Поэтому Я считаю Что Если Художнику Есть Чем Поделиться То Я С удовольствием Посмотрю Твой урок Ну Еще Надо Будет Скорее Всего На Английском Это Делать Потому Что Я не Очень Дело В том Насколько Ты Хочешь Заработать И Насколько Тебе Интересно Продвинуть Свой Гамроуд Потому Что Если Ты Сделаешь Его На Русском То Естественно У тебя Его Купят Только Те Кто Знает Русские Или Ярые Поклонники Твои Из-за Бугра Так Сказать На Английском Также Вот Я Насколько Знаю Что Наш Иногда Делают С помощью Коменд Ну Эти На Русском И Снизу Например Забыл Как Субтитры На Английском Либо Наоборот На Английском Говорить На Даже Не Для Западного На Мировую Аудиторию Чтобы Просто Это Как То Правильнее По Моему Вообще На Запад Хочешь Уехать Нет Я Не Думаю Россия Самая Лучшая Страна На Земле Мне Кажется Самая Лучшая У нас Есть Ядерное Оружие Ясно В общем Никуда Ты Не Планируешь Ехать А если Компания Мечты Так Пускай Если Я Туда Попал Все Я Был Компания Мечты Это Наверное Своя Собственная Компания То есть Ну Мечты А вот Именно Вот Знаешь Вот Меня Пригласили Туда Ну Я Был Хотел Поделать Новую Гру Homeworld Знаете А кто Разрабатывает Благбюрд Какая-то Или Что-то Такое Ну Просто Я фанат Дикий Я просто Посмотрел С большим Интересом Чего Они делают Здесь Я не пробовал Отправлять им Письмец Он Например Раз Типа Я концепт художника Не хотите ли меня Взять Ну Вряд ли Им концепт художники Нужны Все-таки Концепты Я Вообще В общем Написать Ну Нет Не Пробовал А то Вдруг Заберут И все Вот Она Мечта Так Сейчас Еще раз На каком планшете Работаешь И Что у тебя За компьютер Что за система И вот Такие вопросы В общем У меня Планшет Интус Про Маленький То есть На 5 Который Интус Про М Да Интус Про С Получается А я думаю М самый маленький Ну Мне нравятся Такие на 5 То есть Я всегда От этих Работал Как Три Компьютер Ну У меня 12 гигабайт Оперативки Я не помню Какие там Еще Характеристики Система Windows 8 Вот Так А не пробовал Делать Интерфейс Темный Не нравится Темный Потошоп Да Только КС5 Тут Не делают Темный А попробуй Зайди В Edit Там Да В самом Внизу Перференс Генерал И вот Там Интерфейс Есть Выше Выше Вот Туда И Вот А Вот Тут На Блэк Попробуй Поставить На Это А у тебя Какой версии Фотошоп КС5 То есть Ты не обновлялся А пониже Пощелк А ладно Там вроде Еще Просто На старых Версиях В другом Моменте Мне вот Лично Удобно Работать На Темном И я На Это Привык Я Вообще Такой Человек Привычки Чем Привык На И Все Привык К Том КС5 И Ничего Не Устанавливаем Ну Да Разницы Нет Для Художников Никакой Сейчас Какой Новый Знаешь Который За Подписку Продается Я Вообще Не Виде Каких Русских Художников Уважаешь Вот Такой Вопрос Ну Много Таких Это Очень Гармотичный Ответ Вопрос На Самом Деле Это Правда То Есть Русским Сиджи Просто Можно Гордиться Вообще Очень Много Людей Обычно Россию Принято Как бы Критиковать Что У нас Футбол Плохой Автопром Плохой Автопром Сиджи Очень Ну Просто Очень Много Людей Я Просто Боюсь Не назову Кого Они Обидятся Еще Правильно Да Ну Вообще Тебе Нравится То Что Делают Ну Что Делаем Мы Русские Да За Соотечественников За Соотечественников Гордость Берет Просто Вообще Это Не Правда Вообще На Сам Дель Это Очень Хорошо А Человек Спрашивает Уже Вроде Первый Раз Какая Литература Возможно Тебя Вдохновляет Кроме Комиксов И Манги Комиксы И Манга Меня Не Очень Вдохновляют Я Я Их И не читаю Практически Но я читал Не Хея Как Раз И Еще Там Бэтл Анжел Авито Это ГНМ И Все Кажется Я Больше Манги Читал Но Книги Я Всех Стругацких Перечитал Я Помню Рей Грей Брэй Бери Там Какой Нибудь Дюна Тоже Как Фрэнк Герберт Что-то Такое Одно Время Научную Фантастику Очень Много Читал Сейчас Я Практически Не читаю Каких Таких Художественных книг Сноночки Такое Дидактическое Понял А Также Интересно Художники Которые Например Только Собираются Начать Ужасно Хотят Быть Как Ты Например Или Быть Очень Крутым Художником Что бы Ты им Посоветовал Не флайн Какой Фотошоп Взять Или Кисти Какие Какой То Совет Может Дал На что Стоит Упирать Что Стоит Почитать Я не знаю Что Это Какой Совет Ну Верить В себя И Работать Много Так Постоянно Постоянно Практика Да Но Это Такие Очень Банальные Советы Я Не Люблю Такое Говорить Потому Что Люди Но Все равно Как бы Обижается Чего ты Сказал Какую-то Фигню Там А это же Правда Ну да Это правда Но Люди То хотят Секрет Какой-нибудь Там Офигенный Как у Хатабыча Раз Там Это 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 Точно Так Сейчас Одну Секундочку Я хочу Сказать Что Под Стримом Если Прокрутить Вниз Есть Информация Там Есть Страницы Миши Вконтакте Есть Наш канал На Ютубе Есть Кисточки Его Есть Также Интервью Которое Вы можете Почитать Сколько Будет Еще Стрим Ити Это Все Будет Зависеть От Миши То есть Насколько Ему Будет Встанет Он Или Еще Что То Но Я Думаю Что Не Очень Долго Я Не Знаю Сколько Ну Уже Полтора Часа Примерно Сидим Еще Посидим Часик Да Да И Так Что Еще Есть Время Вас Спрашивать Вопросы Насчет Вот Еще Раз Спрашивают У тебя Про Складки Например Может Ты Все Покажешь В уголку Где Нибудь Как Ты Примерно Начинаешь Работу Над Складками Одежды А ну Давайте Кончу Локами Существую Да То есть Я думаю Все Довольно Да Так И Кстати На кого Учился В институте Ну В последний раз На программиста Учился Ну Доложно Что Ну Круто Ну Я Не считаю Что Там Плохо Как Учили Просто Мне Как разонравилось Захотелось Уже Вплотную Сигжи Заниматься А времени Не было Нашел Дропнуть А то есть Еще вопрос Ты как бы На фриланс Да Обычно Работа То есть Не привязан Какой-то Компании К одной Ну Да Да Обычно Ну Раньше Я бы Еще Ну Раньше Я хотел Перейти В компанию В штат То есть Ну А сейчас Все эти истории С курсом Доллара То есть Зарплаты В рублях Платят В России То есть Они В два раза Получается Растаяли И на фрилансике Теперь Гораздо Выпытнее Я считаю Особенно Си По западам Работать Да Я с тобой Вообще Полный Согласен Что Те Кто Получают ЗП В долларах Чем Больше Доллар Тем Лучше Жить В России Да Я с тобой В этом Полностью Согласен Поэтому Кстати Это может Совет От меня И Миша Он не такой Прямый совет Но Когда Общаетесь С кем То И Выставляете Свои Цены Общайтесь В долларах Если Спрашивают Нам нужны Рубли Скажите Что Вы Работаете Интернешнл У вас То есть Вы И западом Работаете Поэтому У вас Все Прайсы Только В долларах Вот Чтобы Вопросов Не было И Работаете В долларах Ну Да Тогда Все курсы Вам будут Просто Раньше Это Как бы Ну В России Средняя Такая Зарплата За Сиджи Она От Двадцати Тысяч Ну Там До Шестидесяти Ну Раньше Это нормально Было Ну Как бы От Примерно От Тысячи Долларов До Двух Ну А Сейчас Это В среднем Ты Будешь Получать Там Пятьсот Бакс И Все Согласен Согласен Сейчас Кстати Из-за Курса Очень Мало Да Всего И Сейчас Вообще Берут Художников Сейчас Как-то Я Вот То есть И Многим Вообще Не нравится То есть Раньше Там Работа Которая Например Стоила Там Двести Долларов Ну Нормально А Сейчас Уже Двести Долларов Не устраивает Многих Потому что Умножают То Уже На Другое Число Ну Да Вот Поэтому Из-за Этого Сейчас Есть Какие-то Тормоза У кого-нибудь Лично У меня Есть С этим По работе Что Из-за Курса Именно С Русской Стороны Так Кстати Какие Платежные Системы Посоветуйте Лично Я Пользуюсь Пайпелом Вот У меня Все Через Пайпел Ну Пайпел Да В принципе Виаль Спербанк Ну Да У меня То же самое В принципе Я не знаю Каких-то Таких Альтернатив Прям Вячес Не будет Ну В зависимости От того В каком Банке У вас Счет Вот так Пайпел Обычно Используется Пайпел Ну Еще Большие Компании Не будут Пайпел Использовать Не нужно Банковская Отчетность Кстати Насчет Этого Я могу Немножко Рассказать Да То есть Идете В банк Я не знаю Какой у тебя Миш У меня Не Сбербанк У меня 24 ВТБ Я там Открывал Счет Открываете Счет И сразу Говорите Что вам Нужно Его открывать В двух Валютах В русской И в американской Потому что При переводе Из запада Очень Часто Просят Там Как они Пинки Или пик Я не помню Как точно Называется Но то есть У них Как-то Зифты Или что-то Свифт Еще Американцы Они Европейцы Они Обычно Требуют Стандарты Ибан Это не Пугательство Это Стандарты И кстати Сбербанк Его не поддерживают И если вы Заведете Банки Которые поддерживают Это большой Плюс Потому что У вас меньше проблем Такие вот дела Так что Возьмите Это на вооружение Потому что Это очень Хорошие советы Которых Например У меня не было Приходилось Бегать Ну вот Насчет складок Давайте складку Рисовать И можешь Рассказывать Комментировать Я помню Чтобы Нарисовать Складку Я провожу Линию То есть Это Ну помечаю И скваживаю В принципе Вот вся Складка Вот так Такие направляющие делают В принципе Для этого Просто опыт нужен А ничего такого Особенного Как-то Вот так У меня Многие вещи Они Привязаны К Ну просто К навыку Что ли А не К каким-то там Хитростям Сейчас Вот Вот Вспомнил вопрос Я заметил Все Абсолютно Все Делаешь По слоям Ну Да То есть Это тоже Отличительная черта Я знаю Художников Которые Вообще Слоями Практически Не пользуются Только для Каких-нибудь Эффектов Там Скидывают Все Совмещают Что ты можешь Сказать По поводу Слоев Ну 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 В смысле Что Ну Для меня Это как-то Естественно Что Объект Должен На своем Слое Быть Чтобы Его Можно Было Подвигать Как-то Просто Когда Часто Сталкиваешься В работе Что тебе Надо Менять Много Чего Там Ну Просто Если Была Эта Штука Была Например Прорисована В задний план То Как бы Ее Сместил У меня Надо Было Вырезать Как-то Рисовать Что-то Тут Стереть Гибкость Просто Придает Работе И все А в принципе Рисуйте Как вам Удобно Все И просто Жилописью Увлекаетесь Вопрос От меня В плане Фотографии Используешь Собираешься И Если нет То почему В смысле Фотографии Но Использовать Фотобашинг Использовать Какие-то Тексты А Ну Фотобашинг Я использовал Но мне Как-то Надоело Это все Мне Не очень Понравилось Этим Заниматься В основном Из-за того Что Нужно Очень долго Искать Какие-то Лазить По этому Гуглу Похликру Что-то Там Выискивать Особенно Когда Ты найдешь Объект А он Не в том Ракурсе Например Котором Тебе Нужно И Ты думаешь Как Ну Такие проблемы Меня это раздражает Просто Я Считаю Время Чтобы Я мог Нарисовать За все Это Ну Не собираешься И не нравится Ну Как не собираюсь Я Периодически Занимаюсь Потому что Там Требуют Что-то Сделать Такое Ну Для себя Я не люблю Делать Такие А вот сейчас Ты делал манипуляции Создал новый слой Прикрепил К предыдущему Залил слой Синим Что это было Расскажи А Ну Я Как бы Синий Это не обязательно Просто У этого цвета Вот здесь Насыщенность Цвета Она максимальная То есть Она сюда И я как бы Им пользуюсь Ну И вот тут Видно Просто И это Чтобы цвета Проявить То есть С помощью Режима Сатурэйшн То есть Все цвета Можно Довести До Максимальной Например Насыщенность А проект ПСДшник Кисти уже есть Скинешь Соколую Вот эту Да Вот эту работу Ну Когда доделаю Я не думаю Что сегодня Нам удастся Доделать ее Нормально А так Я думаю Просто Многим Было бы интересно Ты можешь Потом продолжить А выкинешь Что же Было на стриме Многие полазят Покопаются Я просто Не знаю Зачем это Людям Иногда Выбрасывают ПСДшники Но Что там Такого Можно найти Потому что Знаешь Что посмотреть Я тебе скажу Почему Меня интересуют ПСДшники И многих Тоже Людей Которые Я очень смотрю Этапность Как он Как он дошел До финала Что он делал Что привело К такому Результату Ну там Этапности Как раз Таки Нет Там Как раз Результат А Какие стадии Проходила Работа Не откладывается Ну и все Конечно Если конечно Это не сохранено В виде Там Снапшотов Все равно Композиционные Вопросы Вопросы Там По Элементам Как они Добавлялись В работу Какой Очередности Что на что Налазило Ну как бы Есть иногда На что Посмотреть То есть Как эта Работа Из чего Была И к чему Она пришла Поэтому Я думаю Многим Будет интересно Если тебе Будет не сложно На твое Смотрение Естественно Ну ладно А сейчас Ты делаешь Солдата Ну да Чтобы Складки Может Не будет Финальный Тут по идее Какие-нибудь Маленькие Такие Человечкие Должны быть Ну тяжело Если что Можем меньше Оружие Дизайн Оружие Сам придумаешь Или где-то Берешь Ну естественно Сам Ну там И дизайн Это не очень Сложно Обычно Какие-нибудь Прямоугольники Такие С дулом Что-нибудь такое В принципе Ну я Очень Долго Вообще Этим Занимаюсь Дизайном Оружия Это Такая Особая Статья Просто Когда я Только Начинал Мне Оказалось Что Какие-то Сложные Работы Там С персонажами Их Трудно Клево Сделать А Такую Концепт Пушки Ну Ее Гораздо Проще Она Гораздо Круче Выглядит Сама По себе То есть Она Привлекает Людей И я Делал Прямо Серию Таких Работ Можно На Девики Посмотреть С оружием Сейчас Я Не делаю Практически Ну если По работе Така Надо Концепт Ну как-то Постепенно Что 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 Она Толкнула Вас Спрашивает Ну Работа Наверное Натолкнули Художников Которые В такой Манере Рисовали И Ну и Вот Как-то Перенял Наверное Сам Вообще Что Непонятно Не знаю Вопрос На Иностранных Покупал Ли Какие Уроки С Не Ничего Такого Я Не Не Ходил Ни На Курс Ни Урок Ничего Такого Как Давно Ты Рисуешь Спрашивают Ты Уже Отвечал А Четыре Года То То Это Профессиональных Четыре Года Ну Я Не Знаю Несколько Профессиональных Ну Четыре Года Сиджи Просто Что Можешь Расскать Про Последнюю Работу Свою То Ты Примерно Делал Что Было В голове Ну Так же Как И Сейчас В голове Весна Было Но Это Все Тот Же Мир Я Понимаю Что Ты Я Рисую На Разной Тем Ну Как бы Так Ред Я Просто Понял Что Такая Синь Когда Ты Работаешь Сирию Делаешь Работу Про Один Мир Например Про Какую-то Тему То Они Или Например Концептишь Что-то Серию Концептов Выпускаешь Это Большое Внимание Всегда Привлекает И Например Даже Какие-нибудь Сайты Или Паблики Нравится Сразу Несколько Одинаковых Выложить Типа Эта Новость Такая А По одной Как-то Не Очень Ну Вообще У Людей Больше Интерес Называет Что-то Такое Вообще Что-то Понарисовалось Одинаково А Ты Ребята Уже Говорил Что Пока Что Не Пользуешься Им Ну Да А Не Пробовал Тот же Взять Зебраж Полепить Каких-нибудь А Ну Вот У меня Зебраж Есть Тут Но Я Лепил Не Монстров А Каких-то Там Женскую Голову Какую Такую Ну Что-нибудь Такое Обычное Знаете Ну Не Знаю Ну Мне Не Затянуло Короче Это Долго Как-то Нудно В принципе Я вижу Что Нужно Затратить Огромное Количество Времени Чтобы Что-то Годное Делать Я Не Зачем Нет А Во что Играешь Если Играешь То Во что Последнее Или Часто Ну Играю Иногда В Battlefield 4 И War Thunder Знаете Там Да Наверное Все Знают Она Уже Задолбалась Своей Клавной Про Самолётики Ну Тоже Весело Полетать На счёт Battlefield Да Надо Будет Добавить Тебя Чтобы Бегать Я Например Очень часто Тоже Ну Давай А в третью Играешь Играл Вообще Ну Ну Она Мне Достала Бесплатно Я В принципе В третью Поиграл И решил Четвёртую Купить Сейчас Какое В то время Потому Что Ну Просто Такой Вопрос Я Тоже Играю И В третью Играл В четвёртую Обще Нравится Чем Третью Ну Все Обычно Говорят Что Третья Она Более Стильная Так И Так Вот Оружие Ты понимаешь Там Само Оружие Она Хоть Выглядит Настоящем Там Все Те Ж Там Есть Занакомы Которые Очень Наверное Весь Третий Проездили На танках Например Или На авиации Там Тоже Полетали То есть Они Говорят Что Четвёртая Она Упрощена И Слишком Стала Детская И Интересно Ну Я Не знаю По моему Не очень Отличаются Как Раз Ничего Такого Сказали Про Танки По моему Нарочно Сделали Очень Похожими Сейчас Просто Все Ну Так Брюжат Типа Раньше Что Лучше Было Ну Да Это Знаешь Как Всегда Вот Раньше Так Как Было Вот Это Было Баттлфил То Сейчас То Самое Сказать Можно Про Контра Страйк Например Мне Го Абсолютно Не Нравится Ну Я Как То С Контроль Порвал Когда Перестал В Компьютерные Клубы Ходить Где То В Школе Было Какой Три Больше В Общество Не Я Даже В Сорс Не Играл Ну Понятно То Сейчас Баттлфилд И Развеется Да Ну Да И Вардхандер Правильно Вардхандер Я Просто Не Играл Это Варгейминг Да Все Нет Не Не Это Гэйджин Ну Они Как Конкуренты О Варгейминг Услышать Сейчас Все Я Не Играю Вардхандер Нет Я Пошу Тебе Что Тут Еще Кстати Туториалы Почему Не Рисуешь На Фэнтези Тематику Говны Орки Там Нет Терпеть Это Не Могущим Спрашивать Не надоедает Ли Постоянно Рисовать Постапокалипсис Но Это Не Постапокалипсис На Сам Это Просто Вопрос Я Нет Не Надоедает Норма Хватает Ли На Жизнь Денег Или Есть Второй Незаработок Ну Я Не Возбужаю Иногда Ночью Вагоны Весел Спрашивай Да Ковцой Там В Кочегарке Если Серьезно Человек Спрашивает Ну Нормально В Принципе Ну У меня Не Такие Прям Запросы Что На самом деле Художники Не очень Богатые Люди Занимаюсь Этим Потому Что Мне Нравится Для Мне Важнее Самореализация Что Жизни Я Стараюсь Зарабатывать Но Как бы Если бы я Рисовал Точнее Не рисовал То Зачем Мне Деньги Тогда Вообще В принципе Что Песня Деньги Такой Вопрос Очень Жизненный Такой Что После себя Вот Ты что Ты хочешь Дать Этому Миру Оставить Какой Нибудь Вот Как ты Говорил Может Фильм Снять Чтобы Остался В памяти Собязать Книгу Ну Это Как Пафосно Что Ли Я Почему Пафосно Ну Я Занимаюсь Своим Делом Если Что Нибудь Клевое Удастся Создать То Я Буду Рад Ну А Так Жить Чтобы В каком То Будущем Оставить Для Каких То Потом Чего То Надо Сейчас Я думаю Жить Потом Часами Разберутся Чего Им Ханатеть Собой Я Вот Например Очень Сильно Возражаю И Бежусь Потому Что Когда Особенно В институте Начинает Рассказывать Как Художник Писал Я начинаю дико Прям беситься Потому Что Я не верю Что Вот Все Как Описывать Что Он Передавал Там Настроение Он Пытался Вытащить В свой Мир И Ну То 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 По Могло Быть Правда И На самом Дело Что Картины Рисовались Там Несколько Недель Я не говорю Про всех Я говорю Что Все равно Есть Картины На которые Смотришь И Ты Видишь Картина Да Он Хотел Запечатлеть Этот Момент Как Художник Ты Думаешь Он Сел И Сдел Вряд Ли Он Вот Все Что Описали Вокруг Этой Картиры Представлял Себе Что Вообще Такое Может Быть Ну Да Там Вообще Мне Там Все Четыре Вокруг Вкраска В душе Нет Вот Все Жидко Когда Началось Изучать Что Там Как Сейчас Горя Ты Обвел Там Обводили И Похлеще Я Видел Целые Аппараты Которым Просвечивали А Эти Как Забыл Назвать Баночки Все Эти Когда Стоят Как Называется Постановки Короче Все Постанов Натюрморт Да Натюрморт И просвечивали Светом И обводили И Че там Только Не было Да Как будто Фотошоп Придумали И душа Наконец Появилась Кстати Если бы Взять Сейчас Тех Художников Тех Мастеров 21 век И дать Им фотошоп Я думаю Что Многие Перешли На фотошоп И рисовали Только Там Да Все Рисовали Фотошоп Потому что И Есть Конечно Я уже Говорил Например В предыдущих стримах Почему Я очень люблю Традиционные материалы Это все равно Какая-то Ну Как бы Краски С холстом Кисточку Которую ты держишь Как краска Ложится Как она Все-таки Творчество От рынка Зависит Они же Делали Какое-то Изделие Чтобы люди Повесили Да На стену Например А ты же Файл Не повесишь На стену Сейчас Можно Распечатать Я например Все свои работы Распечатал Ну так Эта штука Она Недорого Стоит То есть Ты можешь Тиражировать Сколько угодно Картина Она как бы Уникальная И в этом Фишка То есть Если ты купил Картину То только У тебя Такая Висит Да Эту ты можешь Напечатать Пару тысяч Раз Это точно С этим Я не спорю Спрашивают А Как ты находил Иностранных Заказчиков А Они Меня находили Я Не скажу Михаил А есть ли эталон Основное оружие Которое вам понравилось Где вы его увидели Например В мультиках Вот к примеру Район номер 9 Про инопланетян Там много оружия Если какой-то Любимый вид космического А ну район номер 9 Клевый фильм Ну я не думаю Что у меня есть Прямо эталоны Какие-то такие Нет Много конечно Есть работ Клевых Там Фильмов Игр Где Нужно посмотреть На что-нибудь Так Чтобы я прям Фанател Так нет А вот у меня вопрос Пользовался ли Какими-то другими Программами Кроме фотошоп Ну там есть ArtRage Maypaint Вот Например Я люблю Скетчевать В программе Алхимия Пробовал Не Не Ну Пробовать Я пробовал Но Никогда Не предал Фотошоп Почему нету Колеса Вот у тебя есть Палетки Вот эти Сватчисы Я кстати Когда захожу В другую Программу И я спрошу Почему тут Колесо Зачем оно Нужно Ну реально На полпрограммы Вот такое Колесо Здесь Есть Ничего Зачем вам Колесо Особенно С этим Треугольником Я вообще Не понимаю Как это Работать А я Наоборот Вот эти Сватчисы Вообще Никак Не могу Понять Зачем Ты туда Три Кринешь Я Я Сохранял Туда Какие-то Цветов Основных Да Которыми Пользуешься Ну не основных Это На самом деле Рандомные Но теперь Я Пользуюсь Потому что У меня Другие Как бы Надо Тут Искать Чувак Кстати Люди Обычные Ну я Как бы Видел Что Они Переключают Ну Такую На РГБ Не знаю Как они Понимают Как Тут Искать А что Что Именно Искать Свет Ну да Я вот Здесь Ничего Не могу Сказать У меня Вот Круг Как раз Таки И с Треугольником Посередине Я вот В нем Ориентируюсь Что Где Насыщенный Где Мне Взять Контраст Плюс Когда Передо мной Круг Я вижу Какое-то Сочетание Сразу Ну Не знаю У всех Наверное По-разному Ну Просто Это HSB Или Как Как Оно Называется Ну То есть Которая От Светлоты Зависит От Насыщенности Она Ну По-моему Она Естественная Человеческое Восприятие Модель Не знаю Почему Что я хотел Сказать Да я Не знаю Давай Тогда К следующему Вопросу Тоже В эту Сферу Меня Очень часто Задевает И я Начинаю Спорить Как ты Относишься Вот Нет Вот так Спрошу Считаешь Ли ты Что Диджитал Да Искусство Цифровое Оно Ну Без души То есть Это просто Какое-то Ну Рутинное Занятие То есть Ну Вот Нету Никакого В этом Души А вот Если Традиционкой Заниматься То Вот Это Реальное Искусство То есть Вот Это Ну Живописи И все остальное Ну Разумеется Нет души Никакой Абсолютно Я здесь Сижу Просто Искус Пустыми Глазами Присую Все Эти ужас Вступал ли ты В такие Как с кем-то Полемики Что Не Я Ни с кем Ни спорю Никогда Зачем Ну А какой Смысл Ты же не Перебидишь Человек И все Читает Да А я Все равно Пытаюсь Ну Очень Много Людей Слышат Слово А где ты рисуешь Фотошоп А это Фотошоп Ну Точно Там же Две кнопки Все готово Ну Да Ну Просто У тех Кто Совсем Вообще Не работал В этой Области У них Есть Представление Что это Как-то Очень Просто Там Не надо Напрягаться Типа И ты Как-бы Четыре Все Время Если Ты Фотошоп Рисуешь В этом Как-бы Заслуги Никакой Нет Просто Я говорю Есть Очень Много И групп И Людей Которые Считают Что Цифровое Искусство Это Ничего Ну Считают Считают Может Они Правы Может Я Груст Я бы Хотел Просто Узнать Твое Мнение Может Ты Тоже Так Считал Поэтому Я бы Закруглял Быстрее Все Вырубаем Вырубаем Этого Парня Дисконект Раньше Надо было краску Экономить Можно было год Одну картину Писать И так жить А сейчас Тяпляп По 10 День Ну Конечно По 10 День Я 12 Сю День Или 13 Уже Не помню Тяпляп Я Сейчас Сейчас Пиксели Надо Экономить У меня Осталась Банка Пикселей Последняя Я ее Трачу Постепенно Кисти Стираются Экономить Кисти Эксклюзивная Я потом Пойду К циркачу Продам Зуб Короче Свой Купли Себеного Фотошопе Обновить Перезалить Да Ну Нужно Браузер Поменять Уже Старый Не забивает Работ Так Диджитал и традиционка Когда становятся Коммерческими То и душа Выходит Потихоньку Иногда Не зависит От материала Меня бесит CG В геймдеве Просто поток Конверт Тупой Монстрим Ну Не смотрите Тогда Чего Да В чем Проблема Можно Пойти В музей Там Посмотреть Клевых Картин Я Вообще Считаю Что Скоро Ну Вот Как Сейчас Потихоньку Нарастает Вот эти Арт Не то Чтобы Нарастает Все равно CG Искусство Оно Когда нибудь Будет Принято Уже На мировом Каком-то Уровне Сейчас Сейчас Мода Мода Меняется Сейчас Кстати Я стал Замечать Моду На Традиционные Какие-то На Хендмейд Какой-нибудь Когда люди Делают На бумажке На картонке Какие-нибудь Фигурки Лепят Людям Хочется Что-нибудь Уникальное Купить Всегда Что-то Будет Меняться Но Все равно Я считаю Что И сейчас Уже Потихоньку Есть Когда Организовывают Небольшие Пусть Выставки Где Цифровой Художник Распечатывает Работы Все равно И Выставляется Я все равно Считаю Что это Имеет Очень большой Потенциал И Что Души Бывает Даже Больше Чем В том Масле Когда Художник Рисует Где-нибудь Стоя На горе Ну да Поэтому Сравнивать Бесполезно Ну Я Я Такой Не фанатичный Человек Не буду Отстаивать Какие-нибудь Идеи Если кому-то Что-то Нравится Ну пожалуйста Вот Кстати Да Вот Такое Еще Не то Чтобы Вопрос Твое Мнение Вот Нету Интернета Бац Пропали Не работают Компьютеры Ты бы Перешел На традиционную И рисовал Дальше Ну Ну В какой ситуации То есть Такому Могу Стучиться Просто Нету Больше Я не знаю Ну Если Путин Запретил Интернет То Сейчас Да Отключили Интернет Не работает Подошел Мы пойдем Тогда все По дружье Воевать Куда Дальше В далекие Там Близкие Страны Я не знаю В какой ситуации Может случиться Вечно Еще Такие темы Задвигают Что Вот Если Случится Апокалипсис Все Компьютеры Вырубятся То как Вы будете Писать Вы же Разучились Писать Ручкой И вы будете В этом Постапокалиптическом Мире Писать Рефераты Ну Нам трудно Короче Будет Вам опять Придется К ручкам Примухать Я кстати Не думал Об этом О встречном Вопросе Что Как Вы будете Писать Сейчас У нас Многие На телефонах На генфиджерах Я уже давно Кстати Ручку Имял А Я Я же Постоянно Стилус Держу То есть У меня Будет Преимущество В этом Ужасном Я буду Я смогу Быстрее Использовать Кисть Так А интернет По талонам Не за горами Раньше Был интернет По талонам По карточкам Таким А да Кстати Я забыл Об этом Не забывайте Представляешь Или там Один Один Планшет На 50 Человек В очереди Ты с по талону Пришел Порисовал Сейчас Следующий Что он Твой Это такой Планшетный Бордель Что ли Чуть Не знаешь Или знаешь Там как Были игровые Залы С компьютерами А тут Для художников Игровые Ну как Художественные Залы Пришел Сейчас Заплатил Порисовал Ну это Это в 23 веке Когда все Все роботы Будут делать Все будут Художниками А там Вот так А кстати Знаешь Например Такая вещь Как Oculus Rift Собирается Выходить Вообще В курсе Что это А ну Как ты К виртуальной Реальности Ну я Пробовал Эту штуку Ну как бы Немножко Покатался Ну в принципе Прикольно Но Много проблем Устройства То есть Главное Это Нет Подстройки Под пользователя Потому что Когда ты Смотришь На Обычный 2D Монитор То есть Он Подходит Под любую Голову Под любой Разнос Глаз То есть А там Очень зависит То есть Должна быть Фокусировка Взращки Точной Ну как Как это Объяснить Ну короче Он очень Тонко Должен подстраиваться Иначе Вся картина Ну это Техническая Такая Как бы Мелость Я еще Интересуюсь Как тебе Ну вот Ты видишь В этом Потенциал Ты бы Хотел Потому что Я знаю Уже Разработчиков Которые Приступают К созданию 3D Программ Через Околос Срифт Ну Разумеется Вижу Ну это Что-то Новое Да Ну на самом деле Если посмотреть Какую научную Фантастику Киберпанк Вот это Именно То самое Будущее Ну ты За Или Против Ну Как я могу Быть За Ну Я наверное Куплю Се Тату Штуку Если На Нет Есть Люди Кричат Вот Мы Станем Толстыми Мы Перестаем Жить Реальности Я уже Толстый Ну Что Окей Тогда вопрос Про реальность Ну Там Показывали Какой-то Ролик Где там Мальчик Короче Забавляется С этим Рифтом Там Трахается С Фифти Сэнком Каким-то Негром Там Ну Примерно Этим Думаю Все Будут Заниматься Ну Это Нормально Я считаю Ну А Ну А Чем Сейчас Будем Заниматься То же Самое Только Хуже Хуже Качество Я С утра Открываю Фот Фифти Сента И Ну Для Эти 2D Это Не То Будущее Не За Горами А У У Меня Еще Вопрос Сайт Ты Не Хочешь С С С Ну Раньше Хотел участвовать Чем Просто Я Там Не Создам Нужного Функционала Мне Просто Современные Вот эти Социальные Сети Для Художников Они Так Продвинулись Что Обогнать Невозможно Ну Свой Сайт Свой Сайт У Тебя Там Все По Полочкам Ты Знаешь По Проектикам Разложил Или Просто Всякие Создал Ссылочки Скетчики Или Туда Сюда Нет Ну Ну Нет Нет Будет Яс Так Ну Ну А ты Будешь Заводить У У У У Есть Уже Давно Ну Как Тебе Нормально Отлично Да Я наоборот Вообще То есть Вообще Рад Как бы Не знаю Мне очень Устраивает Я очень Долго Много Перепробовал Всяких Ресурсов Разных Сайт И Уже Потом Опираясь На то На чем Сидят Профессионалы Как бы Какие Сайты Они Выбирают Платформы На которых Представляются Уже Готовые Сайты Знаешь Ты там Меняешь Только Какое Оформление Или Там Ну Такие Мелочи Меняешь А у тебя Уже Полный Функционал Есть Вот Мне Да Мне Нравится Может Куплю себе Арттолк Буду Там Король Только Моя Работа Да Размешение Кстати Везде Везде Почему Типики Ну Сообщение Что Он Закрывается Продается Что С ним Чего Стоит Я На него Правда Никогда Не Сидел А Ну Я Впервые Услышу У него В этих Сообщении Что Закрывается А Вот На Принес Еще Что У нас Есть Сеть Есть Потом Драб Кроф Этот Фэнкзуновский Там Ну Я Я Я Там Не Дареган Нет Я Как-то Посмотрел Мне Что Не Понравилось Не Стал Ребаться Я Почему Ты Думаешь Что Как раз Такие Твои Работы У Фэнкзуна На Сайте Они Бомбанули У Многих Там Любят Неоднородные Такие Стили Очень Люди Ну Нет Думаю Как раз В Смарт Стейшене Бомбанул А Там На Драв Кроводе Какая Аудитория Такая Ну Камая Я Коврян Какие Девочки Всякие Такие Няшки Вкусняшки Так Знаешь Что Еще Всякие Олени Там Какие Нибудь Там Манга Аниме Вот Что То Такое Больше Преобладает Мне Кажется Ну Правда Есть Куча Тех Работ Где Олень И Вокруг Нем Чего Нем Плетает Там Как Фильня Не Думаю Чего Это Такое Олень Причем Тут Олень Кстати Спрашивают Что Это Кстати Незаметно Что Телега Громадная Или Ты Уже Изменил Концепцию Работы Так 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 Забыл Да Что Делал Ну Мне Кстати Бо Мне Все Нравится Наверное Даже Больше Чем Я Представлял Как Это Все Будет Маленькое Ну Если Так Надо Как Сделать Нет Ты Можешь Денотик Как Тебе Нравится Это Самое Главное Нет Нет Слово Подписчиков Закон Занимаешься чем-то Помимо Рисования Ну Да Нет Ну Как Ну Бег По Утрам А Ну Я На Новый Год Купил Набор Короче Этих Самураев Таких Знаешь Модели Ну Я Как То Долго Не Мог Клеить И Вся Фигню Ну Да Такие Модель Ну Я Хотел Таким Заниматься Потом Подумал Так Муторный Капец А Есть Еще Вся Пластилин Полепить Не Пробовал А Ну Тоже Пробовал Но Мне Тоже Не Понравит Из Но Нам Ни Ни Материал Не Понравился Но Семь Не Умею Просто Работ С Такими Штуками А Есть У Вас В Городе Что То Для Художников Не Плани Магазин А Вот Патик Где Собирается Все Ну Да Есть Да Так Да Здорово Везет Везет Ну С Замедес Сам Там Да Да Все Сам Все Все Делается А Так Вообще Тишина В Городе Говоришь Кому Нибудь Вот Сиджи Что Где Как Это Фотошоп Да Как То Так У нас Все А Кому Ты Говоришь Просто Подошел Кому А Увидели Новую работу Финга Зул Нет 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 Я Белгороде Живу И Тут Очень Мало Людей Вообще Просто Знакомы С этим Понятием Цифровой Рисунок Рисунок На Ипаде Что ли Все рисуют Ну то есть Люди Просто Знаешь Очень Далеки От Понятия Что вообще Есть такие люди Которые Которые Сидят И рисуют На Компьютерах Вот Ну люди Вообще Иногда Далеки В принципе От Интернета Там Понимают Что это За Штуки Тянуты Чем Том Играл Пятый Не Не Играл Да ты чё И не хочешь Не Сейчас Она На Капитеры Выходит Ну Кажется Кажется В марте Постоянно Везде Постят Да Да В марте С 21 Марта Будешь Покупать Нет Ну Я И в четвертую Не играл И Не знаю Я Последнюю Про Негров Играл Какой-то GTA Такой Негры На велосипедах Катались Не Мне Очень Нравится Я На Пластейшене Рубаюсь Но Иногда Но Как бы На Да Они Вызывают Насилие У детей Бла 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 Такое Лично На Играются Пойдут Расстреливать Кошек В Одноклассниках Вот это Тебя Еще спрашивают Про Твой Режим Ты Во Сколько Ложишься Спать Во Сколько Просыпаешься Как Спрашивают Устроить Твой Режим Дня Для Правильного Чтобы Вырабатываться На Пол Твой Совет Ну Ну Почитайте В интернете Там Желательно Днем Работать А ночью Спать Если Проще Говоря А Выстроить Не сидите Там Допоздна Ну Я У Меня Периодически Сбивается Потому Что Я Что Залипнул И До Утро Просидишь Но Все Все Когда Днем Работаешь Производительность Больше Голова Есть Нек Хотя Ну Люди Любят Говорят Даже Я Так Говорю Что Типа Ночью Круче Работать Ну Как Так Спокойнее Там Темно Все Такое С Природой Не Поспоришь Все Так Я Я Тоже Так Считаю И Предыдущих Тоже Мы Об этом Разговаривали Что Тайм Менеджмент Как Ты Не Любишь Слове Пайплайн И Слово Тайм Менеджмент То Есть Что Управление Времени Да 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 Соблюдение Всех Лег До 12 Проснулся Там Ну Позавтракал Все Да Да Порядочкой Все Дела И Потом Садишься Рисовать Все Дела Ну Есть Такой Прокрастинация Такая Не Хочется Вот Это Сейчас Надо Опять Лезть Надо Сейчас Продумать Знаешь Раньше Когда Я Не Представлял Как Мне Дойти До Финала Я Садился И Делал Естественно Ничего Не Получалось Либо Как То Получалось А Сейчас Когда Ты Уже Знаешь Как Четкий Пример Я Сделаю Это Потом Это Ты В голове Ага Это Потребует Столько Времени И ты Такой Блин Нет Я Встал Ну Правда Идей Гораздо Больше Чего Времени На Реализацию И Ты Как Б Так Можно В растерянность Такой Впасть На Что Время Потратить И Тратишь На Вконтакте Обычно Ты Говорил Про Спорт Ты Не То Ты Говорил Про Здоровье Кто Ты Хотел Скорить Ну Это Благи Пожелания Для Себя Чтобы Не Умереть Раньше Времени Ну По крайней Мере Не Завтра Хочу Это Просто Было Пожелание Ну Я На Велосипеде Люблю Кататься Этой Зимой Я Хотел На Лыжах Покататься Но Как То Не Получилось Были Делать Тут Все Тут Уральские Горы В принципе Можно Выехать На Какую Базу Там Покататься Мне Вообще Не Интересно Весь Этот Экстрим Я Просто В парке Там Побегал Ну Да Так Потихоньку Я Вот Лето Жду Чтобы Походить Я Ужасно Хочу Порисовать Масло Пойди Куда Нибудь Насмотрелся Очень Крутых Художников Котор Рисует Масло Прям Ужасно Хочу Порисовать Масло Зимой Ужасно Не Хочу Это Делать На Приву На Приводе Что Да Да И Пойди Постоять Взять Стульчик Знаешь Посидеть Краской Я никогда Вообще Краской Не рисовал На самом Деле Потому Что Я Когда Рисую Все Равно Той же Краской Или Там Маркерами Как Ты Знаешь Вот Ну У меня Что-то По-другому Внутри Процесс Идет Самого Рисунка Чем Вот Когда Сажу За Планшет Есть Разница Принципиальная Такая Поэтому Я Тебя Как Советую Может Когда Нибудь Попробую Это Очень Здорово И Не слушай Там Никого Что Надо Начинать Не знаю С ума Именно Только С карандаша Или Еще С чего А Да Да Кстати Вот Часто Даю Такие Советы Что Типа Тебе Рано Там Пользоваться Цвет Ну Рисовать Цвет Надо Сначала Черно Белый Рисовать Тебе Рано Рисовать Такие Композиции Сложные Где Много Персонажей Ну Не Обязательно Прорисовывать Идеально Делать Просто Если Ты будешь Какие-то Простые Вещи На них Остановишься Я Как-то Сразу Всегда На Что-то Большое Замачивался Тут Просто Видишь Какая Есть Штука Насчет Черно-белого Потому Что Когда Работаешь Черно-белым Ты Можешь Больше Продумывать Чем Например Дизайнить Что-то То есть Ты Не Оперируешь На Цвет То есть Не Думаешь Ага Здесь Будут Какие Цвета Здесь Какой Сверх Здесь Какие Оттенки То есть Ты Думаешь Больше Просто О самой Работе Ты Примерно Представляешь Воздушную Перспективу Объекты Но Больше Дизайнишь А В цвете То Ты Опять Надо Передать Может Настроение Какое Знаешь Все Цвета У Некоторых Есть Проблема С Сочетание Цветов Как Они Изменяются В зависимости От Разных Факторов Но Если Ты Не Будешь Пробовать То В принципе Никогда Не Получится Сразу Два Вопроса Распечатывал Ли Ты Свои Работы И Если Как Обустроена Твоя Рабочая Зона Может Стоят Какие Любимые Персонажи Модельки Чего Не У У Ничего Такого Не Стоит Работы Тоже Не Печатал Вообще Сработчика Стало Лучше Убирать Все Лишние Вещи Отвыкают Ну Да То есть Ты Не Планируешь Зак Украсить Свою Уголок Своими Работами Не У меня Тут Все Просто Просто А Почему Печатать Не Хочешь Как Портфолио Такое Живое Понес Куда Нибудь Или Дома Висит Как Работа Док Да Как Ты Не Думал Об Этому Мне Это Не Очень Важно Нет Я Вот Загорелся Как Ты Распечатал Я Доклеил И Вот Ну да Это Круто Наверное Но Не Знаю Говорят Говорят Меня Плохо Слышно Сейчас Секунда Так Хорошо Слышно У меня Вроде бы Наоборот Все Должно Быть Очень Очень Должно Учил Должно Погромче Пойди Может У тебя Там Ползунок Вот Сейчас Сейчас Гляну Звуки Открыть Микшер Алло Алло Так Нет В этой Программе Которая Стримит Ну Последствия Там Может Это Еще Скайп Заглушает Но По идее У меня Должно Быть Все А Вот Так Меня Лучше Слышно Вот Так Ну Да Алло Алло Первый Второй Ну Окей Пока Будет Так Сейчас Эхо Появляется Просто Лучше Вернуть Назад Эхо Да Есть Да Мое Так Звуки Сейчас Уберу Это я Просто Усилил Так Лучше Ну Да Ну Мне Это Всегда Нормально Было Не Знаю Как Видим И Тертежка Напишет Да Я Не Знаю Что Это Аж По Ушам Режет Что То Очень Громко То Очень Тихо Ладно Да Норм Норм Все Вот Так Наверное Да Как И Было Не Знаю Вроде Бо У меня Нормальный Микрофон Расскажи Что Ты Сейчас Делаешь На Работе Сейчас Ну Рисую И Рисую Я Не Знаю Как Это Правильно Называется Концепты Кадров Короткометражки Вот так Киношки То есть Там Есть Несколько Сцен И Нужно Нарисовать Ну Уже Такие Не Схематичные А подробные Концепты Я Понял Я Сейчас Немножко Не Об этом Что Ты Сейчас Рисуешь Сейчас На Работе На Которой Мы Смотрим Всегда А Ну Машин Спрашивают Какой-то Странный Вопрос Как Сделать Так Чтобы Рабочая Полеж Не Заходила На Лист Чего Ну Типа Там Где Ты Рисуешь Не Переходила На Инструменты Вообще То Оно Вроде У Всех Так Нет Ну Еще Можно Понажимать На Клавишу F Английскую Ну Я Не Очень Понимаю Про Чего Это Ну Я Наверное Надеюсь Что Я Ответил На F Можно Понажимать И Там Разные Режимы Окон С Клавишей Она Просто Убирает Эти Инструменты Ну Если Один Раз Нажать То Прячет Эту Стру Стру Виндов А Так А Будут Ли Еще Какие Ни Персонажи На Работе Наверное По идее Да Должно Быть Я Кстати Заметил Облака Например Ты не Делаешь Своих Работах Вот Какой Пейзаж Знаешь Вот Почему Например Там Деревца Камешки Какие Нибудь Там Не Знает Домик Какой На Фоне Ну Так В Общем Какой Ни Солнечный Закат Там Или Еще Что То Это Часть Стиля Или Тебе Просто Не Хочется Это Рисовать Или Это Как То Не Уместно Как Ты Считаешь Ну Я Даже Не Знаю Ну Все Я Занис Пользуешься Ли Ты Какими Плагинами Для Выбора Цвета Не Ничего Не Пользуюсь Никакими Плагинами Сторонними Ничего Сейчас Спрошу Последний Вот Пост Как Это Не Пост Обработка А Вот Финальная Обработка Твоих Работ То 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 Например Лично Я Накидываю Sharpen Кидаю Там Color Balance Справлю Там Может Цвет Может Какие Нибудь Там Пылинки Накидываю Сверху Еще Использую Градиент Карты Ты Например Что То Делаешь В конце Работы Когда Ты Уже Все Нарисовал Ну Я Как Был Фокус Настраиваю Обычно Размытиями Всякими Куда Куда Камера Фокусируется Чтобы Создать Эффект Живой Съемки Чего Такого И Эти Ну И цвета Меняют Накладываю Шум И Всякие Там У У Всегда Есть Такие Линии Какие Которые Ой Что Ехало Вот Такие По Бокам Тоже Люблю Добавить Они Добавляют Объемности Что Либо Дополнительный План Такой Еще Есть Какие Секреты Давай Делись Все Я Есть Пошел Так А Например Какими Нибудь Там Типа Лэнс Эффектами Не Пробовал Пользоваться Ну Там Знаешь Картиночки С эффектами Света А Не Я Это Не Люблю Не Любишь Да А Вот Градиент Картами Не Пользовался Градиент Мап С Цветами Градиент Мап Это Короче Вот там Где Эффекты Снизу Сейчас Я Открою Тебя А Ну Вот Где Маска И Снизу Эффикс Написано Под Слоями Вот А Градиент Там Меняешь Цвета Например Ну Да И Потом Кручишь Режим Наложения Там Например На Всякие Разные Ну Это Просто Градиент Накладывается Да Разноцветные То есть Он Дает Всякие Эффекты Я Например Использую Для того Чтобы Либо Покрасить Тени С помощью Light Или Скрина Например Но В зависимости От твоего Цвета Можно Придать Теням Какой Ни Более Выдержанности Вот Если Про Секреты То Если В Soft Light Наложить На Картинку Вот Фиолетовый Какой Ни Розовый То Получается Такая Мягкая Какая Няшная Ну Да То есть Я говорю То есть Вот Градиент Мап Я Очень Часто Пользуюсь Я Считаю Это Очень Хорошим То есть Можно Пользоваться Разными Цветами И При Этом Разными Режим Наложения Они Дают Разные Эффекты В зависимости То есть Классная Штука Так Облака Полинки Полинки Тема У тебя Какой Фэше А Это Нет Ксенон СС Так Так Все Секретов Больше На сегодня Не будет Ну Да А Блюры Делаешь Чем Там Вот Иридиус Блюр Да Есть Какой То Именно Вот По Круговому Ты говоришь Камерой Фокусируешь Да Нет Обычным Гауссином Блюром Вот Так А Гассин У тебя У тебя Просто Фотошоп Не новый Там Есть Короче Знаешь Такой Да Я Знаю Я Видел Там Где Точки Выбираешь Да Да Там Можно Настроить Радиус Его Я Ей Не Очень Доверяю По Своям Больше Размолвай Так Ну на складке ты ответил Как фары рисовать Показал Также ты сказал Сегодня что Давайте еще раз Нарисуем Катисфар Да Нарисуй какие-нибудь Да Там Светящиеся штучки Сказал что В работе должна быть Какая-то идейная Составляющая Что ты Очень любишь Смотреть Что-то документальное Да Такое И Оттуда берешь Вдохновение К своим работам Вот Скоро У Миши Появится Какой-то Артбук Который Не прям скоро Появится О своем мире Ты говоришь Напишешь Когда-нибудь Когда-нибудь Вот И мы все С удовольствием Посмотрим Еще раз напоминаю Тем Кто может быть Недавно пришел Что под стримом Есть вкладочка Информация Где есть Страницы Миши Вконтакте Есть канал На ютуб Куда попадет Запись Запись будет Она будет В блоге CG На ютубе Вот Миша кинет Себе в группу В фейсбуке Раскидаем Также Под стримом Есть Браш Мишин Брашпак И интервью С ним Так что Можете почитать Ты сейчас Как раз Делаешь Вот эти огонечки Да Ну да Вот Там горит Что-то Дым Расходится А Сколько Вообще Пользуешься Полностью Брашпаком Или нет Или обычно Две Три кисточки Ну да Две Ну не две Три Наверное Штук Семь Восемь Но их Тут Не так уж Много Мне кажется Ну просто Есть Какие-то Там Какую-то Траву Нарисовать Что-то Такое Они же Не каждый День Нужны Не кидывать В жалко Вот Кстати Да Я забыл Спросить Очень Интересный Вопрос Для чего Ты пользуешься Какими кистями Потому что Многие Качают кисти Ну вот Они есть А что с ними Делать Непонятно Вот То есть Теми кистями Которыми Ты пользуешься Что они Вот Для чего Какая кисть У тебя Ну в принципе Я все рисую Вообще Все Вот Обычно Либо вот этой Такой Текстурные У нее Текстура Какого-то Бетона Там Какая-то Матовая Ну Либо Вот этой Если какие-то Такие большие Нужно Масштабами Такой же Эффект Ну Какие-то Света Я Мягкими Рисую Там Свечение И Все Такое Ну Я не думаю Что Какие-то Есть Специальные Прям Нужды Под Ой блин Я не туда Нарисовал Я не думаю Что Есть Специальные Назначения Какой-то Системы Там Я их Для всего Использую Ну То есть Полностью Брошпаком Ты не пою Есть Основные Кисти Для работы Ну Я иногда Когда Надо Какую Текстуру Создать Ну Нафигач Там Много Ну Как Штамп Использую Ну В принципе Это Помогает Мне Мне Жалко Их Выкидывать Чего-то Я Я Прям Пригождаются Я Например Уже Раз Сто Пятьсот Наверное Перепроверил Свой Брашпак Я Обычно Составляю Именно То Что Мне Нужно Что Я Знаю Для Чего Чего У меня Тоже Сами Я Выкидываю Выкидываю Все равно Что-то Остается Что-то Не похоже Что-то Выкидываешь Я Я Очень Много Выкинул То Здесь Был Список Еще Разов Три Больше У меня Наверное Первые Четыре Строчки Максимум Я Когда Хотел Расшарить Прешпак Я Как раз Много Выкинул Чтобы Люди Не Качали Мусор Всякий Там Ну Все равно Осталось Немножко Чуть Чуть Совсем Чуть Ну Да Спросил Миши Про Брашпак И про Какие Кисти Для Чего И Что Служат Так А Есть ли Супер Кисть Которая Рисует Круто Да Чтобы Ты Не Рисовал Ну Вот Это Наверное Ух Круто Так Ну Есть Кстати Такие Кисти Которые Как Штампы Их По-моему Одно Время Любили Выкладывать На такие Сайты Типа Там Где Клеп Арты Там Или All Дэй Такой Был Сайт А Да Я Вот Когда На самой Заре Я Качал Оттуда Кисти Там Со С Ну Сейчас Таких Кистей У меня Практически Нет Я Говорю Сейчас Больше Стал Коллекционировать Находки Не в плане Кистей Каких То А в плане Вот Какие Кисти Дают Какой Нибудь Крутой Эффект При Миксе Или Бленде Потому Что Как раз Все эти Кисти Которые У тебя Есть Они Могут Быть Тебе Абсолютно Ненужными Для Рисунка Но Если Ты Используешь Микс Какие Кисти Для Чего Какой Тебе Эффект Могут Дать Это Интересно Искать У меня Свои Как раз Такие Сборки Очень Большие Поэтому Что Для Чего Вот Поэтому Кстати Если У тебя Будет Интерес К этому Ты Можешь Попробовать Все Свои Кисти Проверить В Миксе И Они Каждый Дадут Свой Эффект Миксер Браш Ты Нажимаешь Миксер Браш И Потом Так же Открываешь Кисти У тебя Те же Самые Кисти Просто Ты Пользуешься Каждый Да Ну и То что тебе Понравится Ты можешь Сохранить Как бы У каждого Художника Свой опыт Я тебе Просто Расскал Что Вдруг Мало ли Тебе Понравится Эта идея Будешь Еще Потом Какой-то Новый Эффект Для своих Работ Найдешь Это Что Тоже Всегда Интересно Записи Старых Стримов Спрашивают Виталин Удали Удален По его Просьбе Есть Ростислава Стрим Потом Были Еще Какие-то Стримы Но К сожалению Мы Очень Долго Не заходили На Твич И К моему Удивлению Все Удалено Было Я Ничего Не Удалял Я думаю Виталя Тоже Но Все Куда-то Пропало Может У них Есть Какое-то Ограничение По Времени У Твич Так Что Преды Идущие Стримы Ушли В Никуда Те Кто Был Получили Какую-то Полезную Надеюсь Информацию Я Просто Ответил На Вопрос Ну Что Есть Уже Вопрос Уже Думаю Сворачиваться Да Нет Ты Можешь Еще Пока Присовать Почему Люди Сейчас Просто Знаешь Как Кто-то О чем-то Сказал И Все Начинают Переписываться По Этому Поводу Вот Ты Мож Пока Дополнить Не знаю Я уже Подустал Так Думаю А сколько У тебя Сейчас Я смотрю У тебя У нас Время Разное Да Ну У меня 0.31 А У тебя Еще Блин У меня Это Время 22.28 У меня Пол Одиннадцатого Только Так Ну тогда Конечно Давай Я-то Думал У всех Время Я же Забыл Что Мы Все Живем В разных Часовых Поясах Вот Тебе Сегодня Спасибо Большое За то Что Пришел Вот Я думаю Что Всем Очень Понравилось Мне Это Точно Понравилось Может Что-то Сказать Еще Напоследок Какой Нибудь Совет Жизненный Свой Ну Я просто Хотел Был Поблагодарить Я думаю Много Людей Пришло Мне Очень Приятно Что Посмотрели Это Первый Опыт Для Меня Стримить Что-то Тем Более Надеюсь Что Ты Ответил На Все Вопросы Которые Были К тебе Надеюсь Я В принципе Это Незаконченная Работа Но Думаю Самое главное Что Ты Вопросы Все Знают Как Ты Рисуешь Хорошо Всем Было Интересно Послушать Больше Тебя Вот Я тоже Хочу Сказать Всем Спасибо И тебе Миш Что Пришли Поддержали Вот Задавали Вопросы После Того Как я Остановлю Стрим Миш Ты не Отключайся От скайпа Нам С тобой Там Будут Технические Вопросы Обсудить Окей Да Так что Всем Спасибо Запись Сегодня Я Выложу Где-то Часа Через Полтора Наверное На Так что Всем Спасибо Всем Пока И Я Надеюсь Что Скоро Еще Увидимся Да Все Так Отключаем